Ну что, мои замечательные, всем большой привет! На связи с вами, как обычно, я, ваша преподавательница по химии Анастасия Майер. И сегодня мы с вами обсудим тему, о которой вы меня очень долго просили в открытом телеграм-канале. Это электронные конфигурации атомов, в том числе мы будем обсуждать с вами квантовые числа, которые интересовали вас больше всего. Именно они помогут нам осознать эту тему в полной мере. Потому что, на самом деле, научиться решать задание номер один, которое как раз-таки в ЕГЭ посвящено строению атома и электронным конфигурациям, можно именно научиться решать задание без знания квантовых чисел, то есть различными логическими цепочками, ассоциациями и прочим. Но квантовые числа, как я и сказала, они помогут нам именно понять, осознать, что к чему. Итак, ну что, давайте с вами начнем. И предлагаю вам познакомиться с теми, собственно, с кем мы еще не знакомы. Как мне уже представилось, меня зовут Анастасия Майер. Я уже седьмой год готовлю к ЕГЭ по химии. И, собственно, за это время, без учета высокобальников этого года, я выпустила 40 стобальников, 447 ребят, которые на 90 плюс сдали химию, и более тысячи тех, кто сдал на 80 плюс. И сама я тоже дважды сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов в 2023-2024 году. Ну, сканы моих работ все есть в открытом телеграм-канале, поэтому абсолютно спокойно можете по QR-коду перейти, подписаться и посмотреть эти сканы, чтобы понять, как грамотно оформлять вторую часть, как не полететь на оформлении. Вот. Помимо всего прочего, зачем, почему важно подписаться на мой телеграм-канал тем, кто сдает ЕГЭ по химии? Потому что, первое, мы там разбираем с вами различные темы, я пишу полезные для вас посты. Второе. Мы на регулярной основе проводим различные опросы, в которые я часто впихиваю различные подводные камни именно ЕГЭ. И третье. Там есть авторские материалы, которые мои, собственно, да, которые вы больше нигде найти не сможете. Это различные памятки, например, по цветам и запахам веществ. Это карточки с тривиальными названиями веществ. Это авторские цепочки по неорганике и органике. Это кроссворды по тривиальным названиям веществ, да, тренажёры по написанию реакции и прочее, прочее. В том числе, там иногда проходят всякие интерактивы. Мы с вами играем в экспертов, да, оцениваем сканы выпускников прошлых лет, ставим им баллы. И это помогает нам, собственно, навык развить самопроверки. Да, и так. Ну, ладно. Давайте, наверное, начнём. И начнём мы с чего? С того, что абсолютно всё в этом мире – этот карандаш, мои очки, я сама, воздух вокруг меня – абсолютно всё в этом мире состоит из мельчайших частичек, которые называются атомы. И, собственно, давайте теперь с вами посмотрим вглубь атома и изучим его строение. Итак, из чего же, собственно, состоит сам атом? Сам атом. Значит, в центре атома, ребят, находится положительно заряженное ядро. Почему оно положительно заряжено? Вопрос. Да потому что в нём находятся положительно заряженные частицы, которые называются протоны. Положительно заряженные частицы, соответственно, протоны. Помимо протонов, ребят, в ядре также присутствуют частицы, которые не имеют никакого заряда, то есть они такие нейтральные, и называются они, соответственным образом, нейтроны, то есть они нейтральные, у них нет никакого заряда, они нулевые, ребята. Да? Нулевые. И, соответственно, вокруг этого положительно заряженного ядра у нас носятся на невероятных скоростях отрицательно уже заряженные частицы, которые называются электроны. Да? Вот давайте подпишем. Н – это нейтроны. Е – собственно, это электроны. Вот общий план строения любого атома. То есть давайте проговорим этот момент ещё раз. Значит, из чего у нас складывается атом? На нейтронах находится положительно заряженное ядро. Она заряжена положительно, потому что в нём находятся положительно заряженные частицы – протоны. Они и дают ему этот положительный заряд. Помимо протонов в ядре также присутствуют нейтроны, то есть абсолютно нейтральные по своему заряду частички, никак не заряженные. Да? Протоны и нейтроны, кстати, можно объединить одним общим словом, если кому интересно – нуклоны, потому что нуклеус, нуклеус в переводе означает ядро, да? То есть это то, что находится в ядре – нуклоны, да? Итак, соответственно, вокруг этого положительно заряженного ядра, да, как я сказала, на невероятных скоростях движутся отрицательно заряженные электроны. И очень интересный, соответственно, момент. Дело всё в том, что количество протонов, то есть положительно заряженных частиц, оно абсолютно всегда равно количеству электронов, да? Количество протонов всегда равно количеству электронов. То есть количество положительно заряженных частиц всегда равно количеству отрицательно заряженных. Количество плюсов всегда равно количеству минусов. Исходя из чего, логично предположить, что общий заряд всего атома равен чему нулю конечно же то есть говоря умным языком любой атом электронейтрален то есть не имеет никакого заряда ну любой понятно вот собственно общий план строения атома до центре положительно заряжены и ядро до ядро составе которого как мы сказали находятся положительно заряженные протоны и никак не заряженные нейтроны а вокруг ядра соответственно находятся отрицательно заряженные электроны вот давайте с вами заполним маленькую такую табличку да где пропишем условные массы и заряд каждой из этих частиц да но мы сказали протоны это значит положительно заряженные частицы до электроны это отрицательно заряженные частицы нейтроны не имеют никакого заряда то про массы нам нужно с вами знать значит масло протона протона и нейтрона условно принимается за единичку а вот масса электрона она на самом деле ничтожно мала то есть буквально стремится к нулю понимаете да настолько маленькая масса у электрона что химики его массу вообще всерьез не воспринимают и в атомной массе даже не считают то есть настолько маленькая масса у электрона что мы ее условно принимаем за 0 да она действительно близка к нулю то есть это 0 запятая ноль 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 и так далее понимаете да и так хорошо едем с вами дальше возникает вопрос насть а где как вообще понять сколько у атома протонов нейтронов и электронов то есть как определить состав до атома на самом деле очень просто мы всегда абсолютно с вами это можно сделать по табличке менделеева да у нас таблица менделеева состоит из таких замечательных ячеек да в каждой из которых дана информация про различные химические элементы до водород литий берилли и так далее то есть вот она ячейка из таблицы менделеева что мы в каждой из этих ячеек с вами видим мы видим символ химического элемента то есть то какой буквой он обозначается да мы видим название собственно этого химического элемента на русском языке мы видим значит атомную массу то есть массу атома и собственно порядковый или по-другому атомный номер на водород 1 гелий 2 литий 3 берилли 4 бор 5 и так далее порядковый номер или атомный номер собственно как с помощью этих значений мы можем определить количество протонов электронов и нейтронов давайте разбираться дело все в том что количество протонов и электронов как мы уже сказали оно одинаковое до количество плюсов всегда равно количество минусов количество протонов всегда равно количество электронов они как бы компенсируют друг друга нивелируют друг друга так чтобы в сумме заряд атома был нулевым да количество протонов и электронов равно порядковому номеру то есть у водорода у которого первый порядковый номер один У кислорода, как мы видим, восьмой порядковый номер, восемь протонов, восемь электронов. У фосфора, как мы видим, пятнадцатый он по порядковому номеру, пятнадцать протонов, пятнадцать электронов. То есть их количество, обратите внимание, всегда равно, потому что они должны компенсировать друг друга так, чтобы в сумме составлять ноль. Ну и давайте с вами поиграемся. Натрий. Смотрим, ищем натрий в таблице Менделеева. Вот он. Одиннадцатый порядковый номер натрий имеет. Это значит, что у него одиннадцать протонов и одиннадцать электронов движется вокруг ядра. Калий. Смотрим теперь на него. Девятнадцать порядковый номер. Значит, у него девятнадцать протонов, девятнадцать электронов. И, соответственно, железо. Железо – двадцать шестой порядковый номер, а значит, двадцать шесть протонов, двадцать шесть электронов. Да, в составе атома железа. Теперь осталось разобраться только с нейтронами, да, и для этого мы обратимся с вами к последнему значению, которое у нас еще пока не использовано, это атомная масса. Это атомная масса. Значит, из чего складывается масса атома? Ну, давайте посмотрим еще раз на картиночку с атомом, которую мы с вами изобразили, да. Из чего складывается масса атома? Значит, масса атома складывается из частей, которые входят в его состав, из протонов, нейтронов и электронов, но мы их в расчет не берем, так как, мы уже сказали, масса электронов ничтожно мала стремится к нулю, то есть это 0,000, да, что-то там. Все, понятно, да, то есть в основном масса атома будет складываться из того, что находится в ядре, действительно, из протонов и нейтронов, из протонов и нейтронов. Электроны, как я сказала, мы с вами химики всерьез в отношении массы не воспринимаем, потому что масса электронов ничтожно мала, да, то есть близится к нулю, вот, поэтому действительно составляют атомную массу в основном протоны и нейтроны, да. Значит, смотрите, атомная масса – это то, что мы с вами всегда абсолютно спокойно можем посмотреть по таблице Менделеева, да, у углерода атомная масса 12, если мы будем округлять до целого числа, да, у серы атомная масса 32, у хрома 52, да, у ванадия 51 и так далее. То есть атомную массу мы с вами знаем из таблицы Менделеева. Количество протонов, как и количество электронов, равно порядковому номеру, и мы с вами его тоже знаем. И отсюда легко, на самом деле, выразить формулу, скажем так, для нахождения количества нейтронов, да. Как найти количество нейтронов? Нужно из атомной массы вычесть количество протонов. Все. Вот, условная запись такая, да, вот, чтобы просто понятно было. Атомная масса минус протоны. Окей, хорошо. Ну, и исходя из этого, давайте поиграемся с вами теперь вот таким образом. У нас есть те же самые химические элементы – натрий, калий, железо, и пропишем для них полный набор, да, то есть их количество протонов, электронов и нейтронов. Значит, натрий. Натрий у нас с вами имеет 11-й порядковый номер, значит, у него 11 протонов и электронов. Калий, соответственно. Значит, 19-й порядковый номер, то есть 19 протонов и электронов. И железо, если мы на него посмотрим в табличку Менделеева, 26-й порядковый номер имеет, то есть содержит в тебе 26 протонов и 26 электронов. И теперь разбираемся с нейтронами. Вот это значение, написанное сверху, это атомная масса. Это атомная масса. Значит, как мы с вами знаем и как мы уже вывели, количество нейтронов можно посчитать при вычитании из атомной массы количество протонов. То есть масса минус протоны. 23 минус 11. Это будет сколько? 12. 12 нейтронов. У калия с атомной массой 39 и 19 ее протонами сколько будет нейтронов? 39 минус 19. 20 штук, да. У железа 56 минус 26, соответственно 30. Все. Вот, собственно, как-то так. Количество протонов и нейтронов может быть у некоторых, для атомов некоторых химических элементов вообще одинаково. Вполне себе. Например, для того же самого углерода, да. То есть, смотрите, у него 6 протонов, атомная масса 12. То есть, у него нейтронов 12 минус 6 тоже 6. Да, 6 протонов, 6 нейтронов. Такое вполне себе может быть. Такое вполне себе может быть. Вот мы с вами разобрались со строением атома. Это раз. И разобрались с тем, как конкретно подсчитывать количество протонов, нейтронов и электронов. Но, если вы обратите внимание, вот прям детально на таблицу Менделеева, вы заметите, что атомная масса здесь представлена десятичными дробями, да. То есть, у хлора 35-45, у марганца 54-94, у ванадия 50-94 и так далее. Не в целом числу. Собственно, почему так? Потому что, на самом деле, да, не у всех, например, атомов тора, да, или кого возьмём, не у всех атомов углерода атомная масса равна 12. Есть атомы углерода, у которых другая атомная масса. И, соответственно, такие атомы, да, одного химического элемента, которые различаются по своей массе, называются изотопами. Вот давайте обсудим сразу с вами, чтобы не отходить от темы, так сказать, что это такое, да. Изотопы – это атомы, как мы с вами сказали, одного и того же химического элемента, то есть, например, углерода или азота, да, которые отличаются количеством нейтронов в ядре, да, то есть, вот этих нейтральных по своему заряду частичек нулевых отличаются количеством нейтронов и за счёт этого отличаются по массе, да. Значит, ЕГЭ по химии нам, в принципе, более чем достаточно знать с вами изотопы водорода. Вот давайте на них внимательно с вами посмотрим. Вообще, обратимся к таблице Менделеева и глянем на ячейку с водородом. У водорода мы с вами видим первый порядковый номер. Это говорит нам о том, что у него один протон и один электрон, да, один протон в ядре и один электрон движется вокруг ядра. Значит, масса атомная, как мы видим, здесь единичка, да. Значит, как мы с вами знаем, количество нейтронов можно посчитать, если мы из атомной массы вычтем количество протонов, то есть, один минус один. Минус один. Исходя из этого, нейтронов у водорода вообще нет. То есть, их ноль. Видите, ноль. Нет нейтронов в ядре. Вот такой атом водорода, самый простой, да, который мы вывели, скажем так, строение которого мы вывели из таблицы Менделеева, самый простой атом водорода называется против. Самый простой, против, да. Если у нас, соответственно, значит, атомная масса в данном случае равна единичке, как мы видим в таблице Менделеева. Если у нас в атоме водорода добавляется нейтрон, да, нейтрон имеет массу один, то, соответственно, атомная масса будет уже равна двум, да. Атомная масса будет уже равна двум. И такой атом водорода будет называться дейтерий, да, значит, потому что уже две частицы в ядре, атомная масса равна двум дейтерий. И если у нас на еще один нейтрон станет больше, да, то, соответственно, масса атома будет уже равна трём. Масса атома будет уже равна трём, да. И, соответственно, такой атом водорода будет называться третий. Протий, дейтерий и третий. Вот они, изотопы водорода. То есть, как мы видим, это атомы одного и того же химического элемента водорода. То есть, у них, как у всех, одинаковое количество протонов, одинаковое количество электронов, да. Это всё один и тот же атом водорода, но... То есть, один и тот же химический элемент, но из-за того, что число нейтронов разное, масса тоже разная. Вот. То есть, это изотопы атома одного химического элемента с разным числом нейтронов, да, а значит, с разной массой атома. Всё. Вот как-то так. И на самом деле в таблице Менделеева та атомная масса, которую мы видим, это как бы среднее значение. Среднее значение всех-всех-всех изотопов. Так, подытожим общий план строения атома, коллеги. И перейдем к самому интересному, к электронам, к квантовым числам и так далее. Соответственно, общий план строения атома. В центре атома у нас с вами находится положительно заряженное ядро. Оно заряжено положительно, потому что в нем находятся положительно заряженные частицы, которые называются протоны. Помимо протонов в ядре присутствуют также нейтроны, то есть нейтральные, никак не заряженные частицы. А вокруг ядра бегают электроны. Электроны, отрицательно заряженные. То есть в ядре сконцентрирован положительный заряд. Вокруг ядра отрицательный заряд. Положительный, отрицательный. Собственно, количество протонов, положительно заряженных частиц, всегда равно количеству электронов, отрицательно заряженных. Поэтому они компенсируют друг друга, и общий заряд атома всегда равен нулю. То есть атом электронейтрален. Ну, собственно, как-то так. Вот он, общий план строения атомов. Значит, возникает вопрос. Да, кстати, очень важный момент. Значит, не подчеркнули мы с вами. Нас, как химиков, ребят, интересуют исключительно электронные оболочки атомов. То есть все, что касается электронов. Вот это наша зона деятельности, действительно. То, что происходит в ядре, это вообще не наша работа и не наша сфера внимания. Понимаете, да? Этим уже занимаются ядерные физики. Потому что на самом деле ядро, оно химически неделимо. То есть какие бы мы химические реакции с вами не проводили, да, там, в жёстких условиях, я не знаю, при высоком давлении температуры, с использованием катализаторов и так далее, да, вот какие бы мы химические реакции ни проводили, с ядром ничего в ходе них не произойдёт. То есть ядро химически, химически неделимо, да. Поэтому на самом деле за химические свойства отвечают именно электроны. Да, за химические свойства отвечают именно электроны. И как химиков именно они нас с вами будут интересовать. То есть электрон – это вот самая центральная такая частица, самая главная для нас с вами. Поэтому именно про электроны мы с вами будем сегодня всё занять и так или иначе говорить. Где ли конкретно находится электрон вокруг ядра? На самом деле было очень много разных теорий, да, о строении атома, очень много разных. И резервпорт, и бор, да, и кто только, соответственно, этим не занимался. Были разные совершенно гипотезы, да. Очень долгое время, например, думали, что электрон находится на определённом расстоянии от ядра, да, и движется по орбите, по круговой вокруг ядра. Это можно сравнить, например, с движением планет вокруг Солнца, да, в Солнечной системе. Но на самом деле, да, всё оказалось гораздо интереснее. На самом деле мы не знаем, где находится конкретно электрон вокруг ядра со стопроцентной вероятностью. Мы можем только предположить, где он находится с какой-то долей вероятности, да. И, собственно, такая область пространства вокруг ядра, где электрон находится с наибольшей вероятностью, да, называется орбиталь, да. То есть что такое орбиталь? Орбиталь – это, собственно, такая область пространства, да, то есть вот у нас условное ядро, ну, опять же, условная картиночка такая. Вот у нас условное ядро, вот оно всё пространство вокруг ядра. Орбиталь – это такая область пространства, где электрон находится с большей вероятностью, да. То есть, ещё раз, на самом деле мы не можем сказать, где конкретно в данный момент времени находится электрон, да. Можем только предположить, где он, скорее всего, находится. Всё. И такое место называется орбиталь – место наиболее вероятного нахождения электрона, да. Если мы с вами очень-очень сильно увеличим атом и пофоткаем его каждую секунду времени, предположим, такую гипотетическую ситуацию, да, то вот этими вот точками обозначен электрон, да. Он, соответственно, может находиться в разных местах, да. А чаще всего, как вы видите, он находится вот здесь, вот в этой области, да. То есть, это область наиболее вероятного нахождения электрона. То есть, вероятность тут встретить электрон высока, да. Он тут чаще всего находится. Вот. А вот здесь электрон тоже бывает, и вот здесь электрон тоже бывает. Ну, уже с низкой вероятностью, то есть, реже, да. Вероятность встретить электрон низкой. Вот. Соответственно, как раз-таки, такие области вокруг ядра, где высокая вероятность встретить электрон, да, называются орбиталями. Вот и всё. То есть, ещё разочек. Это очень важное понятие, которое мы будем постоянно с вами затрагивать сегодня на занятии. Что представляет из себя орбиталь? По сути, орбиталь – это просто место, да, область пространства вокруг ядра, в которой с наибольшей вероятностью находится электрон, да. То есть, вот она. Вот она, с наибольшей вероятностью, да. Соответственно, когда мы будем с вами учиться изображать электронные конфигурации, электронные конфигурации, то электроны мы будем обозначать с вами стрелочками, а, собственно, орбитали мы будем обозначать с вами квадратиками, да, стрелочками и квадратиками. То есть, вот она, орбиталь, и в ней электрон, вот орбиталь, и в ней два электрона, вот орбиталь, вот, 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 вот и так далее, да. Каждая ячейка, каждый квадратик – это орбиталь. Каждая стрелочка – это электрон в электронной конфигурации. То, как именно распределены электроны вокруг ядра, собственно, показывает электронная конфигурация, пример которой я вам сейчас как раз-таки показала. То есть вот это пример электронной конфигурации, которая показывает нам, как распределены электроны вокруг ядра. Конкретно, да? Вот. Это всё, допустим, понятно. Если вы внимательно посмотрите на электронную конфигурацию, что вы можете в ней видеть? Смотрите. Опять же, наша с вами цель занятия сегодня в том, чтобы осознать, как строятся эти электронные конфигурации и научиться их строить самостоятельно. Итак, соответственно, если вы внимательно глянете на электронную конфигурацию, то вы заметите, что помимо того, что здесь есть отдельные орбитали, то есть вот эти ячейки-квадратики, в которых находятся электроны в стрелочке, эти орбитали собираются в более такие крупные единицы. Смотрите. Вот. Отдельные, да? С, П, Д. Вот они. Какие-то крупные единицы, которые на самом деле называются подуровни. А эти подуровни, в свою очередь, собираются в ещё более крупные уровни. То есть, смотрите, орбиталь, подуровень, и вот это тоже подуровни, уровень, понимаете? Да, по возрастанию. Орбиталь, подуровень, и подуровни уже вместе составляют какой-то уровень, например, третий. Вот, собственно, так это можно изобразить. То есть, электронная конфигурация показывает нам, как именно распределены электроны по электронному оболочкам атома. Как именно распределены электроны вокруг ядра. И в электронной конфигурации мы с вами видим, скажем так, три основные единицы. Структурные, если можно так сказать. Это отдельные ячейки, вот они, отдельные ячейки, орбитали. Орбитали собираются в более, ну, скажем так, условно, крупные единицы в подуровне. Вот они, подуровни. С, П и Д, мы будем про них говорить. Нам нужны только эти три, ЕГЭ. И подуровни в совокупности, вот, например, вот эти три подуровня, вот эти четыре подуровня, да, они составляют уже целые уровни. Орбиталь, подуровень, уровень по возрастанию, да. Вот. И мы переходим, наконец-таки, к самому интересному. Как я сказала, основной такой центральной темой нашего сегодняшнего разговора будет электрон. Потому что именно электрон интересует нас в химии, да. Именно электронные оболочки атомов нас интересуют, потому что именно они определяют химические свойства веществ. А нас, как химиков, они интересуют химические свойства. Понятно, да? Итак, говоря про электроны, значит, существует, ребят, четыре квантовых числа, которые отражают положение электрона в атоме. Это своеобразные, знаете, координаты электрона, которые показывают его, скажем так, геолокацию, да. Это вот такие вот ассоциации, которые вам помогут понять в дальнейшем, значит, всё это. Давайте я вам приведу такой пример, чтобы вы точно поняли, что я имею в виду. Значит, чтобы сказать, где я сейчас нахожусь, я могу как это сделать? Я могу сказать, что я нахожусь на материке, на материке Евразии, да. Если, кстати, я сейчас что-то географически чисто неправильно скажу, вы меня не ругайте, пожалуйста. Мне действительно с географией очень плохо. Очень-очень плохо, да. На материке Евразии как-нибудь изобразим её вот таким вот образом, условно, да. Конкретно в стране Россия. Россия. Конкретно в городе Москва. Конкретно по адресу такому-то, такому-то. Вот они, мои координаты. Понимаете, что я имею в виду, да? То есть я нахожусь сейчас на материке Евразии, в стране России. Конкретно в городе Москва. Конкретно по адресу такому-то. Вот она, моя геолокация. Вот они, ребят, мои координаты. И вот у каждого электрона есть точно такие же четыре координаты, четыре квантовых числа, которые, по сути, показывают его положение в атоме. То есть служат такой своеобразной геолокацией для электрона, да. И у каждого, абсолютно у каждого электрона свой набор квантовых чисел. У каждого электрона в рамках атома, да. Свой набор квантовых чисел, собственный, да. И поэтому, зная вот эти четыре квантовых числа, мы можем абсолютно точно сказать, о каком конкретно электроне идет речь. О вот этом, или вот этом, или вот этом. Понятно? У каждого электрона своя геолокация, свое местоположение в атоме, скажем так, да. Вот. Именно эти четыре квантовых числа мы будем сейчас с вами изучать, да. То есть они отражают положение электрона в атоме, движение электрона. И, собственно, поехали. Главное квантовое число обозначается большой буквкой N. Большую буквкой N. Оно определяет, значит, если поначалу сложно, кажется, ничего страшного, я все буду разжевывать. Каждое квантовое число не переживайте. Значит, главное квантовое число определяет общую энергию электрона на данной орбитале. Чем больше главное квантовое число, тем больше энергия электрона, да. И давайте, соответственно, сразу посмотрим на конфигурацию, на которую мы смотрим все сегодняшнее занятие, и по ней будем все это, собственно, изучать. Значит, мы с вами, когда первый раз глянули на эту конфигурацию, я вам сказала, что здесь есть три основных структурных единицы. Здесь есть отдельные ячейки, которые, как мы знаем, называются орбиталии. Это место вероятного нахождения электрона. Да, орбитали. Орбитали собираются в S, P и D. Нам только эти нужны для ЕГЭ. Подуровни. Вот они. Подуровни. Вот орбитали в них собираются. И подуровни собираются целые уровни. Первый, второй, третий, четвертый, так далее. Ну, тут четвертый только S нужен для хрома, но, в общем, суть вы поняли. Орбитали, подуровни, в уровне. Такая вот история. И, собственно, главное квантовое число показывает, на каком конкретно уровне энергетическом находится электрон. Да? Вот эти электроны, ребят, находятся на первом уровне. Значит, для них главное квантовое число равно единице. А вот эти электроны, как мы видим, находятся на втором уровне. Значит, для них главное квантовое число равно двум. А вот эти электроны находятся на третьем уровне. Значит, для них главное квантовое число равно трем. А вот для этого электрона равно четырем. Понятно, да? То есть, главное квантовое число отражает, на каком конкретно энергетическом уровне находится электрон. И, соответственно, отражает, как близко к ядру. И сейчас, буквально я на секундочку отключусь, чтобы кое-что взять со своей доски, я вам кое-что покажу. Итак, соответственно, что я хотела вам показать. Но сначала рассказать. Итак, соответственно, мы с вами выяснили, что главное квантовое число отражает, на каком конкретно энергетическом уровне, да, и, соответственно, можно сказать, как далеко от ядра находится электрон. То есть, вот эти электроны, они находятся, мы видим, на первом уровне. Вот первый уровень, второй, третий, четвертый, да. Они находятся на первом уровне, значит, для них главное квантовое число равно единице. Да, вот эти электроны все находятся на втором уровне, для них главное квантовое число равно двум. Эти электроны находятся на третьем уровне, для них главное квантовое число равно трем. И вот этот электрон сидит на четвертом уровне, для него главное квантовое число равно четырем. То есть, главное квантовое число принимает какие значения? От единицы, получается, натуральные значения, от единицы и до плюс бесконечности на самом деле. И до плюс бесконечности. Вот, по сути, да. Вот эта вот бесконечность отражает, что электрону сообщена настолько большая энергия, с помощью которой его вообще, в принципе, от атома можно оторвать. Вот. Вот эти электроны, вот эти электроны, так как у них маленькое главное квантовое число, у них наименьшая энергия, самая-самая маленькая. Вот у этих электронов, у них главное квантовое число побольше, 2, и энергии тоже больше. Вот эти электроны имеют главное квантовое число, 3, то есть у них энергии еще больше. Да, то есть, как мы уже с вами сказали, главное квантовое число, помимо того, что оно говорит нам, На каком конкретно энергетическом уровне находится электрон, оно ещё и определяет общую энергию электрона. Вот у этих наименьшая энергия, у этих больше, у этих ещё больше, ещё больше. Понятно, да? Вот, собственно, как-то так. Общую энергию электрона определяет энергетический уровень. И, собственно, кстати, сразу для справки скажем, определить количество энергетических уровней для того или иного химического элемента можно по таблице Менделеева. Конкретно по номеру периода. То есть смотрим сейчас вот сюда. Значит, водород находится в первом периоде. Значит, у него только один единственный энергетический уровень конфигурации. У лития, например, так как он находится во втором периоде, уже будет два энергетических уровня. Первый, второй. У натрия, который находится в третьем периоде, уже будет три энергетических уровня. Первый, второй, третий. И, соответственно, например, у хрома, который находится в четвёртом периоде, будет уже целых четыре энергетических уровня. Как мы уже и видели. хром 4 энергетических уровней понятно то есть по номеру периода периода да мы можем определить ок и хорошо давайте я вам изображу сейчас атом магния и как раз применю то что я принесла кое-что интересное вам покажу соответственно магния не его зарисуем и будем это с вами все сегодня изучать рассматривать не переживайте да значит смотрите магний имеет 12 порядковый номер это значит что у него 12 протонов в ядре то есть заряд ядра плюс 12 до 12 электрон вокруг ядра находится которые распределены вот таким вот образом мы будем говорить опять же почему именно так да то есть у него посмотрите пожалуйста он находится в третьем периоде и у него действительно три энергетических уровня до 1 уровень значит главное квадровое число здесь единица второй уровень и третий уровень кстати на самом деле значит чтобы не писать n1 n2 n3 очень часто используют буквенные обозначения к и м м и так далее по алфавиту да но обычно мы сами все-таки пользуемся циферками бегаем да вот соответственно три энергетических уровня до это первый энергетический уровень на нем главное квантовое число электронов будет равно единице это второй энергетический уровень здесь главное квантовое число 2 3 энергетический уровень здесь главное квантовое число 3 то есть опять же главное квантовое число показывает нам номер энергетического уровня на котором находятся электроны понятно да значит электроны на первом уровне на первом как мы видим находятся ближе всех виду на электроны с наименьшей энергии так как она единичка всего лишь с наименьшей энергии ближе всех находится к ядру очень очень важный момент чем ближе электрон находится к ядру тем он сильнее к нему притягивается и это ребят очень очень логично ядро заряжено положительно электрон заряжен отрицательно минус к плюсу легко притягивается но вот у меня два магнита два магнита вот если я держать на таком расстоянии честно вам скажу они вообще ну крайне слабо притягивают друг друг крайне слабо да вообще никого притяжения не чувствую да но как только я эти магниты поднесу близко все они у меня сразу видите притянулись друг к дружке вот поэтому чем ближе находятся плюс и минус до заряженные частицы друг другу тем они сильнее притягиваются чем дальше заряженные частицы друг от друга тем тема они слабее притягиваются то есть вот эти силы притяжения ослабевают да поэтому электроны получается с наименьшей энергией вот эти вот эти так как они к ядру находятся ближе всех они вообще очень классно притягиваются к ядру до плотненько так за него держится и эти электроны но фактически невозможно оторвать от атома вот эти электроны в принципе тоже сильно притягиваются к ядру но уже чуть менее сильно а вот эти электроны которые находятся получается дальше всего от ядра но собственно притягиваются слабее остальных и вот с ними уже можно как-то работать и куда можно оторвать от атома до при желании и этим будут обусловлены в том числе химические свойства магния вот то есть на самом деле химиков в основном интересуют больше всего вот эти электроны те которые мы с вами в дальнейшем будем называть валентными да потому что именно эти электроны могут участвовать в образовании химических связей именно эти электроны могут быть задействованы в химических реакциях например окислительно-восстановительных да то есть это самые такие движовые электроны которые проще всего оторвать от атома и с которыми проще всего как-то взаимодействуешь что-то сделать вот соответственно это было про главное квантовое число то есть главное квантовое число еще разочек определяет на таком энергетическом уровне конкретно находится электрон до если им равно единица значит электрон на 1 уровне, главное квантовое число равно 2 на 2 уровне, главное квантовое число равно 3 электронов на 3 уровне и так далее. И, в принципе, главное квантовое число, так как оно показывает, на каком уровне находится электрон, оно позволяет соотноситься с расстоянием до ядра, как мы уже сказали, и определяет общую энергию электрона. Вот у этих электронов энергия минимальная, наименьшая Вот у этих больше, у этих ещё больше и так далее. Чем больше главное квантовое число, тем больше энергия. Вот и всё. Понятно, да? Из-за интересностей, закономерностей, которые мы можем здесь проследить. С помощью главного квантового числа мы можем посчитать с вами количество орбиталей, орбиталей, то есть вот этих ячеек в электронной конфигурации для того или иного энергетического уровня по, соответственно, формуле n в квадрате. Вот давайте, например, с вами обратимся к конфигурации хрома. Значит, вот у нас первый энергетический уровень, то есть для этих электронов n равен единице. Давайте попробуем подставить единицу в эту формулу и посчитать количество орбиталей. Значит, n квадрат – это 1 в квадрате, то есть это 1. И действительно, как мы видим, на первом уровне у нас всего одна ячейка, одна орбиталь. Давайте то же самое сделаем для второго энергетического уровня. Вот он у нас, второй энергетический уровень, главное квантовое число равно 2. Второй энергетический уровень. Если мы подставим в n квадрат 2, то мы получим значение 4. И действительно, ребят, у нас с вами 4 ячейки, как вы видите, 4 орбитали на втором уровне. Давайте тройку подставим в эту формулу и определим количество орбиталей для третьего уровня. 3 в квадрате – это, соответственно, 9. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Действительно, на третьем уровне 9 орбиталей. Вот такая интересная закономерность. Помимо всего прочего, мы можем с помощью главного квантового числа определить и количество электронов на этом уровне, возможное количество электронов, то есть стрелочек. Значит, по формуле 2n в квадрате. 2n в квадрате. Давайте подставим. 2n в квадрате. Значит, 2 на 1 в квадрате, 2 на 1, то есть 2. Действительно, на первом уровне может располагаться только 2 электрона, 2 стрелочки максимально. Давайте в 2 поставим эту формулу, в 2n в квадрат. Будет 2 на 4 получается, то есть 8. Считаем стрелочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Действительно, только 8 электронов может максимально расположиться на втором уровне. Вот такая интересная закономерность, которую нам дает главное квантовое число. То есть самое главное, что здесь вам нужно понимать, опять же, резюмируя все вышесказанное, что главное квантовое число показывает, на каком энергетическом уровне находится электрон. На первом, втором, третьем, четвертом, пятом и так далее. То есть энергетический уровень отражает главное квантовое число. Дальше поехали. Соответственно, орбитальное или по-другому побочное квантовое число обозначается буковкой L. И оно определяет энергию и форму орбиталии, на которой находится электрон. Соответственно, орбиталии действительно бывают разной формы. Давайте вернемся с вами, наверное, к вот этой картинке. Я пыталась, я ее сама рисовала, пыталась красивенько что-то изобразить. Как я сказала, да, здесь вот мы с вами представили, что мы фотографируем атом каждую секунду. И электрон оказывается за счет своего движения в разных местах. Да? Вот он двигается, двигается. И вот мы точки видим, где он находился в момент, когда мы фотографировали этот атом. Вот, то есть, понятно, да? Точка показывает, где находится электрон. Короче говоря, то есть электрон, значит, своим движением, своими местонахождениями создает такое вот какое-то электронное область определенной формы. Вот, и, соответственно, нас с вами интересуют ЕГЭ по химии только вот такие вот облачка. Значит, да, соответственно, какие формы электронных орбиталей могут быть? С-орбиталь, да? Соответственно, в виде сферы, шарика. П-орбиталь в виде объемной восьмерки или гантели. И, соответственно, Д-орбиталь в виде двух пересекающихся гантелей. То есть, вот такие вот 3D-фигуры, да, своеобразные, да, вот такие модели может создавать электрон как бы своим движением. Да, ну, если мы обведем, скажем так, то, как он двигается в пространстве. Да, вот. На самом деле есть еще и там F-орбитали и так далее, но для ЕГЭ они нам совершенно не нужны и не интересуют нас. Вот, то есть, да, орбитальное квантовое число определяет энергию и форму электронной орбитали, да, на которой находится электрон. На S, на P или на D-орбитали он, соответственно, находится, да, и показывает, на каком уже подуровне располагается электрон. Да, на S подуровне, на P подуровне или на D подуровне, да. То есть, если главное квантовое число показывало нам, на каком уровне находится электрон, то побочное орбитальное квантовое число показывает нам, на каком теперь уже подуровне находится электрон, да. Итак, ну и, соответственно, значение a, орбитальное квантовое число, может быть от 0 до n-1. Вот давайте для первых трех энергетических уровней посчитаем, какое может быть значение l. Итак, соответственно, для n равно 1, то есть для первого энергетического уровня. Опять же, мы с вами сказали, что l может быть от 0 до n-1, то есть 1-1, что тоже 0. От 0 до 0. То есть для n равным 1, для первого энергетического уровня у нас единственное значение – это 0. Значит, когда мы с вами видим, что у нас l равен 0, это значит, речь идет об s-орбитале, которая имеет, собственно, сферическую форму в виде шарика, она в виде сферы, сферическую форму. То есть если по нашим каким-то расчетам l равен 0, это значит, электрон находится на s-орбитале, то есть вот на такой вот сферической орбитале. Итак, для n равным 2. Опять-таки мы сказали, что l принимает значение от 0 до минус 1. От 0 до… о, господи, до n-1. То есть 2-1 до 1. От 0 до 1. От 0 до 1. Как мы уже сказали, да, если у нас l равен 0, то значит, речь идет об s-орбитале. Да, когда l равен 0, мы понимаем, что электрон находится на s-орбитале, то есть вот на такой сфере. Если l равен 1, это значит, электрон находится на p-орбитале, то есть на вот этой объемной восьмерке, на гантеле. Да, теперь для третьего энергетического уровня какие значения l могут быть, да. Итак, соответственно, l у нас принимает значение еще раз. От 0 до n-1, да. n-1, 3-1, это 2. То есть от 0 до 2. В случае третьего энергетического уровня. От 0 до 2. Мы уже знаем с вами, что если l равен 0, это значит, что электрон находится на s-орбитале, то есть на вот такой сферической. Если l равен 1, это значит, что электрон на p-орбитале, то есть вот на такой объемной восьмерке, гантеле. Если l равен 2, это говорит нам о том, что электрон находится на d-орбитале. Вот на такой, двух-три скрещивающихся гантелек, да. Вот, собственно, как-то так. Можете эту табличку куда-то себе перерисовать, да. То есть мы с вами выяснили только что. Давайте посмотрим, какие моменты. На первом энергетическом уровне есть только s-подуровень. Смотрим, это правда? Да, только s-подуровень. Первый энергетический уровень, только s-подуровень. На втором энергетическом уровне у нас уже s и p-подуровни. Смотрим. Второй энергетический уровень, s и p-подуровни. Все правильно. На третьем энергетическом уровне С, П и Д под уровень. С, П и Д под уровень. Вот так. Как-то так, действительно, да? Ну и, собственно, как мы сказали, своему орбитальному числу соответствует своя орбиталька С, П или Д. Если орбитальное число L равно нулю, это значит, мы понимаем, что речь всегда идет об S-орбитале. Если L равен единице, это говорит нам о том, что электрон на П орбитале, на П под уровень. Если L равен 2, это говорит нам о том, что электрон на Д под уровень. Вот, собственно, как-то так. Понятненько, да? Ну и давайте, собственно, поиграемся с нашей замечательной конфигурацией атома хрома. Которая, кстати говоря, очень интересная. Ну, поехали. Итак, значит, давайте для, например, вот этих двух электронов подберем главное и побочное орбитальное квантовое число. Итак, чему у них будет равно главное квантовое число? Собственно, смотрите, эти электроны находятся у нас на первом энергетическом уровне. Значит, главное квантовое число равно единице. Чему в их случае будет равно орбитальное квантовое число? Значит, когда речь идет об S-орбитале, орбитальное число равно нулю. Все. Вот и все. То есть вот этой записью мы с вами что можем, что отражаем, что показываем? Что электроны находятся на первом энергетическом уровне. И раз L равен нулю, значит, по-любому на S-подуровне. Все. На первом уровне, на S-подуровне. Вот и все. Да. То есть, когда мы знаем орбитальное число L, мы понимаем, на какой орбитале сидит электрон, на каком подуровне он находится. Давайте вот для этих электронов теперь подберем главное и орбитальное квантовое число. Итак, главное квантовое число, так как они находятся на втором уровне, на втором уровне, равно 2. Да? Побочное квантовое число, орбитальное, так как они находятся на P-подуровне, мы уже говорили, равно единице. То есть вот эта запись как раз-таки показывает, что электроны на втором энергетическом уровне, и раз L равен единице, смотрим в табличку, потому что, запомните, сразу по-любому не получится, 100%. Если L равен единице, значит, они находятся на P подуровне. На P подуровне конкретно. Ну и, соответственно, если мы говорим, например, про вот эти электроны, то какое для них будет главное и орбитальное квантовое число? Главное квантовое число, как вы уже понимаете, для этих электронов будет равно 3, потому что они находятся на третьем энергетическом уровне. А орбитальное квантовое число, раз они сидят на D подуровне все, равно 2. Смотрим пока в табличку, опять же, все, запомните, сразу не получится. По-любому. То есть эта запись говорит нам о том, что электроны на третьем энергетическом уровне, и раз L равен 2, на D конкретно подуровне. Вот и все. Как-то так, да. То есть если главное квантовое число определяло уровень, орбитальное, скажем так, определяет подуровень. Вот и все. S, P или D. Другие нас не интересуют. Третье квантовое число из четырех, напоминаю, да, это магнитное квантовое число. На самом деле тут все очень-очень интересно, потому что любая движущаяся заряженная частица, а электрон – это отрицательно заряженная частица, двигающаяся с невероятно высокой скоростью, да, любая движущаяся заряженная частица создает магнитное поле. Вот поэтому есть магнитное квантовое число, которое обозначается как M с индексом L. Магнитное квантовое число. И, собственно, магнитное квантовое число определяет ориентацию орбитали S, P или D, да, сферы гантели, там, или двух гантелей в пространстве. То есть как конкретно они ориентированы в пространстве. И магнитное квантовое число позволяет нам понять, а на какой конкретно орбитали в составе подуровня находится электрон, да? То есть вот у нас D подуровень. Магнитное квантовое число может показать нам, где конкретно находится электрон. Здесь, здесь или, может быть, здесь, да? Или если электрон находится на P подуровне, опять же, магнитное квантовое число покажет нам, где конкретно здесь, здесь или здесь, в какой ячейке, в какой конкретной орбитали сидит электрон, да? Это магнитное квантовое число. И если говорить про физический смысл, то оно определяет, как ориентирована орбиталька в пространстве. Итак, ну давайте, соответственно, поиграемся. Давайте поиграемся. Ну, поехали. Итак, магнитное квантовое число у нас может принимать значение от минус L до плюс L. От минус L до плюс L. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, какие у нас могут быть магнитные квантовые числа для наших орбиталей. Для S, P и D орбиталей. Итак, значит, у S орбитали соответствует орбитальное число L. Значит, какое? 0. L равен 0. От минус 0 до плюс 0, получается. Да, магнитное число. То есть тоже 0. То есть тоже 0. Вот. То есть, получается, для S орбитали всего лишь есть одно значение магнитного числа, и это 0. И действительно, действительно, S орбиталька, так как она имеет, ребят, форму сферы, сферы шарика, она может быть ориентирована в пространстве, расположена в пространстве. Вот у нас как бы 3D, да, XYZ, трёхмерное пространство, в котором мы живём все. Мы не в 2D, к сожалению или к счастью, да. Значит, сферическая орбиталька, S орбиталь, может быть ориентирована только вот так. Больше никак её в пространстве не расположишь этот шарик. Всё. Как шарик не крути, он у тебя будет всё равно вот так ориентирован в пространстве. Поэтому, действительно, у S орбитали только одно единственное магнитное кладовое число. Одно. Одно. То есть, единственный вариант, как она может располагаться. Это вот так. Значит, дальше. Соответственно, для P орбитали. Для P орбитали. P орбитали соответствует L, равной 1. Равной 1. Значит, собственно, магнитное квантовое число будет от минус 1 до плюс 1. От минус 1 до плюс 1. Включая 0, кстати, да. Минус 1, 0, плюс 1. Минус 1, 0, плюс 1. То есть, для P орбитали, которая, напоминаю вам, имеет форму гантели, да, существует три магнитных квантовых числа. Минус 1, 0 и плюс 1. То есть, три варианта расположения в пространстве. Действительно, мы гантельку можем расположить с вами в пространстве как? Вот у нас трёхмерное пространство. x, y, z, да. Мы можем нашу P орбитальку, гантельку, расположить по оси x. Тогда это будет Px, да. Мы можем эту P орбиталь расположить, нашу гантельку по оси y. Тогда это будет вот такое уже расположение в пространстве. Это будет Py. И мы можем нашу P орбитальку расположить вот таким вот образом, то есть, относительно оси z. Это будет Pz. Вот. То есть, как мы посчитали вот по этой формуле, как мы посчитали по этой формуле, для P орбитали существует три магнитных квантовых числа, да, потому что от минус L до плюс L, от минус единицы до плюс единицы, минус 1, 0, плюс 1. Три магнитных квантовых числа, так как действительно у P орбитали три варианта расположения в пространстве. Три варианта того, как она конкретно может быть повернута, ориентирована. И, собственно, последнее, что нас интересует, это D орбиталь. У D орбитали, которая, напоминаю вам, имеет вот такую форму двух скрещенных гантелек, да, для D орбитали какие у нас будут магнитные квантовые числа? Так как D орбитали, мы уже выясняли, соответствует L, орбитальное число, равное 2, да, магнитное число будет от минус L до плюс L, то есть от минус 2 до плюс 2. Вот давайте все эти числа запишем в табличку. Минус 2, минус 1, 0, плюс 1, плюс 2. То есть, соответственно, 5 значений, 5 вариантов того, как такая орбиталь может быть расположена в пространстве. Вот и все. Давайте-ка теперь с вами внимательно посмотрим, значит, как мы это видим в электронных конфигурациях. Итак, мы с вами сказали, что для S орбитальки, для нашей сферы, для нашего шарика, только одно единственное магнитное число. Это 0. Потому что только один существует вариант, как этот шарик, как эта сфера может быть расположена в пространстве. И действительно, если мы посмотрим с вами на S подуровни, то они все состоят из одной орбитальки. Потому что только один единственный вариант, как она может быть расположена в пространстве. Вот, все. Один вариант расположения, одна орбиталька в составе подуровня. Вот. Соответственно, для P орбитали, которая имеет форму гантели, и ее можно тремя разными способами расположить в пространстве, эту P орбитальку существует, логично, 3 магнитных числа. Поэтому, когда мы смотрим на P подуровень, мы всегда видим, да, когда мы смотрим на P подуровень, мы всегда видим 3 ячейки, да. Вот они, наши в 3 магнитных числа, 3 варианта расположения нашей гантельки. Px, Py, Pz. Понятно? Вот. То есть, действительно, существует как бы 3 варианта P орбиталей, Px, Py, Pz, поэтому 3 ячейки в P подуровень. Вот и все. Минус 1, 0, плюс 1. Да? Вот. Я магнитные числа прописываю, если не поняли, да? Итак, соответственно, и последнее. Для D орбитали, для D орбитали, которая у нас имеет вот такую форму двух скрещенных гантелек. Как мы с вами выяснили, для D орбитали существует целых 5 магнитных чисел, то есть 5 вариантов того, как она может быть ориентирована, да, расположена, повернута в пространстве. 5 вариантов. Поэтому, когда мы смотрим на D подуровень, мы видим 5 ячеек, потому что существует 5 различных видов расположения D орбитали. 5 разных, по-разному ориентированных в пространстве, да и орбитальных. Да? 5 штук. 5 разных. Вот. Понятно, да? От минус 2 до плюс 2. Магнитные числа там. Вот как-то так. Ну и, соответственно, давайте с вами поиграемся и попробуем теперь помимо главного и орбитального назвать еще и магнитное квантовое число, да. Например, кстати, давайте немножечко с вами резюмируем. Главное квантовое число помогает нам понять, на каком уровне находится электрон энергетическом, да. 1, 2, 3, 4, например. Орбитальное, побочное квантовое число помогает нам понять, на каком подуровне находится электрон S, P или D. И магнитное квантовое число помогает нам понять, на какой конкретно орбитали в составе этого подуровня, вот на этой или, может быть, на этой, находится электрон. Значит, уровень, подуровень, орбита. Итак, хорошо, замечательно. Например, например, вот для этих электронов давайте эти 3 квантовых числа назовем. N, то есть главное квантовое число равно здесь чему? Вот для этих двух электронов. Оно равно двум, потому что эти электроны находятся на втором энергетическом уровне, да. Соответственно, P, ой, какой P? Господи, я уже все, вот смотрю сюда и пишу P. Значит, орбитальное, побочное квантовое число, то есть L. Ну, мы с вами выяснили, да, что L, значение L орбитальное, соответствует какому-то подуровню S, P или D. Да, если электроны сидят на S подуровне, то это орбитальное число 0. Если электроны находятся на P подуровне, то орбитальное число единичка. Если электроны на D подуровне, то орбитальное число будет равно 2. Здесь электроны на P подуровне, значит, единичка. Единичка. Магнитное квантовое число принимает у нас значение от минус L до плюс L. То есть от минус 1 до плюс 1. Какое конкретно здесь для вот этих двух электронов? Значит, минус 1, 0, плюс 1. Плюс 1. То есть для конкретно этих электронов магнитное квантовое число равно плюс единичке. Минус 1, 0, плюс 1. Понятно? Вот, поэтому вот у нас уже 3 из 4 координат нашего электрона готовы, как говорится, да? n равно 2. Главное квантовое число показывает нам, на каком конкретно энергетическом уровне находится электрон. Здесь электроны наши находятся на втором уровне, поэтому n равен 2. Главное квантовое число равно 2. Орбитальное число говорит нам, на каком подуровне находится электрон. S, P или D, соответственно. S, P или D. Значит, если электроны на S подуровне, то орбитальное число равно 0. Если на P подуровне, то орбитальное число равно 1. Если на D подуровне, то орбитальное число равно 2. Наши электроны находятся на P подуровне. Значит, орбитальное число будет равно 1. И, соответственно, последнее магнитное квантовое число, которое мы можем для них назвать, оно всегда от минус L до плюс L. То есть в данном случае от минус единички до плюс единички. Минус единички до плюс единички. Как мы видим, конкретно этим электронам соответствует магнитное число плюс 1. Плюс 1. Все. Вот такие три координата у нас уже готовы. Давайте посмотрим еще какую-нибудь пару электронов. Ой. Еще какую-нибудь пару электронов. Ну, например, вот этот электрон. Не пару даже, а не спаренный электрончик возьмем. Назовем для него три квантовых числа. L, то есть главное квантовое число равно чему? Трем, конечно, потому что этот электрон находится на третьем энергетическом уровне. L, то есть орбитальное квантовое число, которое покажет нам, на каком подуровне находится электрон. Так как электрон находится на d подуровне, мы понимаем, что орбитальное число равно 2. То есть вот это вот просто обычно на самом деле запоминают, потому что на самом деле вот s, p и d – это буквенное обозначение просто вот этих вот орбитальных чисел. И все. Вот если электрон находится на s подуровне, у него орбитальное число 0. Если на p подуровне – 1. Если на d подуровне электрон, как в нашем случае, да, он на d подуровне, то орбитальное число равно 2. Пожалуйста. И последнее магнитное квантовое число, оно всегда для подуровня, собственно, определяется как от минус L, то есть от минус 2, до плюс L, то есть до плюс 2. Минус 1, ой, минус 2, минус 1, 0, плюс 1, плюс 2. Конкретно наш электрон находится в ячейке с номером минус 1, то есть для него магнитное квантовое число равно минус 1. Все. То есть вот эта запись показывает нам, что электрон на третьем энергетическом уровне. На третьем. Да? Третьем. Если L равен 2, смотрим в табличку, да, потому что все это сразу не запомнишь, как я сказала, если L равен 2, значит он конкретно на d подуровне действительно. И если, значит, магнитное квантовое число равно минус 1, то, как мы видим, все пронумеровано, да, электрон находится конкретно в этой ячейке, в электронной конфигурации. Вот, собственно, как-то так. Да. То есть магнитное квантовое число показывает нам, если мы говорим про электронную конфигурацию, на какой конкретно орбитале, на какой конкретно ячейке находится электрон, да, в составе подуровня. И последнее осталось, да, это спиновое. Квантовое число. Что такое спин? На самом деле спин – это очень сложная штука. Это такое понятие квантовое, да, у которого нет такого прям супер, вот, обширного классического определения, да, это собственный момент импульса электрона, движение относительно собственной оси. То есть, значит, электрон, вот это электрон, да, помимо того, что он как-то движется вокруг ядра атома, он еще и движется вокруг самого себя. То есть, вот так, смотрите, вот так, понятно? Вот так. И, соответственно, вокруг себя, если мы представим, да, вот чисто модель, представим электрона, если мы представим, что электрон движется вокруг себя, он может двигаться по часовой стрелке, да? По часовой стрелке, не знаю, я не умею рисовать, но вы поняли. По часовой стрелке. А может двигаться против часовой стрелки? Против часовой стрелки, да? То есть, вот так, или вот так, наоборот. Ну, у меня, может быть, из зеркального видео, но вы суть поняли, да? То есть, можно двигаться в одну сторону часовой стрелки, вокруг себя, да, вокруг собственной оси, а можно двигаться в противоположную сторону, против часовой стрелки, да? Вот и, собственно, спиновое квантовое число как раз-таки отражает, да, в какую сторону электрон движется вокруг собственной оси, да? Говорят, что если он движется, значит, господи, если он движется по часовой стрелке, по часовой стрелке, то его спиновое квантовое число равно плюс 1,2. И в электронной конфигурации он обозначается вот такой вот стрелочкой вверх. Если он движется против часовой стрелки, то, соответственно, он в конфигурации обозначается стрелочкой вниз, и его спиновое квантовое число минус 1,2. Минус 1,2. Вот, собственно, как-то так, да? Стрелочка вверх, еще раз. Плюс 1,2, стрелочка вниз, спиновое квантовое число минус 1,2. Такая вот штучка. Ну и теперь мы с вами знаем все четыре координаты, да? И можем выбрать любой электрон в этой электронной конфигурации и назвать их все. Итак, ну давайте, соответственно, посмотрим. Давайте возьмем вот такой, например, электрон. Вот конкретно этот меня будет интересовать. Конкретно этот. Итак, значит, главное квантовое число n равно для него трем, потому что он находится на третьем энергетическом уровне. Теперь говорим про подуровень. Смотрите, у нас тут s, p и d подуровень есть. Наш электрон находится конкретно на p подуровне. Значит, орбитальное квантовое число, смотрим в табличку, равно единице. Единице. Магнитное квантовое число, да? У нас всегда от минус l до плюс l. То есть от минус единицы до плюс единицы. Мы видим по вот этой нумерации, что наш конкретный электрон находится в ячейке, да, с магнитным квантовым числом плюс единичка. И последнее, соответственно, спиновое квантовое число. Спиновое квантовое число. У нас стрелочка вниз. Да? Минус одна вторая. Все. То есть вот этот набор значений, вот этот набор квантовых чисел говорит нам о том, что электрон находится на третьем энергетическом уровне. n равно трём, да? l равно единице. Смотрим в таблицу. Значит, он находится на p подуровне конкретно. Магнитное квантовое число равно плюс единице. Минус один, ноль, плюс один. Вот здесь конкретно находится наш электрон. И спиновое квантовое число равно минус одна вторая. Значит, это конкретно стрелочка вниз. Вот они, четыре координаты для нашего электрона, которые определяют его, скажем так, геолокацию. Да? Но это всё условно, чтобы вы просто поняли идею. Вот. Как-то так. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что у каждого электрона в этой конфигурации будет свой набор из четырёх квантовых чисел. Нет даже двух электронов, у которых набор квантовых чисел одинаковый. Нет такого. То есть у каждого хотя бы какое-нибудь спиновое квантовое число будет отличаться. Например, вот эти два электрона находятся на одном и том же уровне. У них будет одинаковое главное квантовое число. Они находятся на одном и том же p подуровне. Значит, у них будет одинаковое орбитальное квантовое число. Они находятся в одной и той же ячейке. То есть у них будет одинаковое магнитное квантовое число. Но один из них отображен стрелочкой вверх, а другой стрелочкой вниз. То есть у них разное спиновое квантовое число. То есть хотя бы одно квантовое число будет всегда отличаться. Нет электронов с одинаковым набором квантовых чисел в рамках одного атома. Не бывает. Никогда. Никогда. Ну и все. Теперь мы с вами поняли, что к чему. Да? Мы поняли про главное квантовое число, что оно отражает номер энергетического уровня и общую энергию электроны на данной орбиталии. Мы поняли про орбитальное квантовое число, что оно нам показывает, на каком конкретно подуровне ЭСП или Д сидит электрон. И мы уже понимаем форму электронного облака, на котором он находится, сферическое или в виде гантельки. Мы уже знаем про магнитное квантовое число, которое показывает нам конкретно ориентацию нашей орбитали в пространстве. То есть, помните, ПХ, ПУ, ПЗ. Как конкретно повернута наша орбиталь в пространстве? Как она там находится? И мы с вами знаем про спиновое квантовое число, которое показывает нам вращение электрона вокруг собственной оси по часовой, против часовой стрелки. И это выражается стрелочками вверх или вниз. То есть, мы уже прям полностью разобрали эту конфигурацию. Мы поняли, почему П под уровень из трех ячейок, а Д под уровень из пяти. Да, потому что для П под уровень мы посчитали вычислениями, да, поняли это, три магнитных квантовых числа. Для Д под уровень пять вариантов того, как Д орбиталька может быть ориентирована в пространстве. Вот, поэтому пять ячеек мы видим. Ну вот. Ну, в общем, на самом деле, я думаю, мы прям с вами так хорошее такое зерно знания заложили. Ну, а теперь можно и составлять конфигурации, на самом деле. Для того, чтобы составлять вот такие замечательные конфигурации, которые мы видим, все занятие, конфигурацию атомохрома, да. Для того, чтобы составлять конфигурации, нам нужно владеть тремя основными принципами. Знать их по именам не нужно, да, вас в ЕГЭ по химии никто никогда не спросит, да. Вот эти именные ситуации, это все не спрашивается. Важно, чтобы вы это умели применять на практике при построении электронных конфигураций. И все. То есть от вас здесь нужно только понимание. Значит, первый принцип, по которому располагаются у нас электроны, это принцип Паули. И мы его на самом деле уже обсудили. В атоме не может быть двух электронов с абсолютно одинаковым набором всех квантовых чисел. То есть набор квантовых чисел уникален для каждого электрона в атоме. Это его персональная геолокация, личная геолокация, да, которая показывает его положение в атоме. Вот. И следствие нам с вами нужно из принципа Паули, да, а следствие в том, что в одной орбитали, в одной такой ячейке в электронной конфигурации может располагаться не более двух электронов. То есть орбиталь может быть пустой, орбиталь может содержать один электрончик или два электрона. Но не больше. То есть три электрона уже сюда не впихнуть. Соответственно, второе – это правило Хунда. Значит, звучит оно следующим образом. В пределах подуровня электроны располагаются так, чтобы их суммарный спин был максимальным. Звучит жестко, но давайте попробуем прям это на практике посмотреть, как говорится, да. Допустим, у меня есть три электрона, стрелочки, да, который мне нужно заселить в, получается, П-подурови. Раз три ячейки, значит, по-любому П-подурови. Правда, видите? П-подурови. Три электрона мне нужно сюда заселить. Мне как это сделать? Вот так? Ой, господи. Раз, два, три. Или вот так? Раз, два, три. Как мне заселять электроны? Сначала по одному в пустую орбиталь, или можно сразу заселил один, и к нему же подселил второй. Как конкретно мне заселять электроны в П-подуровне? Ну, соответственно, давайте попробуем посчитать их спин. Да? Значит, напоминаю вам, для стрелочки вверх у нас спин одна вторая, плюс одна вторая, да. Для стрелочки вниз, для электрона, который так обозначен, да, минус одна вторая. Да, это вращение по часовой там стрелке, это против часовой, но, в общем-то, это не суть важна в данном контексте. Итак, соответственно, да, стрелочка вверх, плюс одна вторая. Стрелочка вверх, плюс одна вторая. И еще одна стрелочка вверх, плюс одна вторая. Вот если вы это сложите, сколько там получится? Три вторых, правда ведь? Три вторых. Значит, теперь здесь стрелочка вверх, плюс одна вторая. Стрелка вниз. Значит, спин, да, точнее, спиновое квантовое число данного электрона, минус одна вторая. И опять-таки стрелочка вверх, плюс одна вторая. Ну, вот это вот взаимоуничтожается, вы понимаете, да, плюс одна вторая, минус одна вторая. Бам-бам, и остается только плюс одна вторая. Вот мы с вами будем заселять электроны в подуровень так, чтобы их суммарный общий спин был максимальный. То есть три вторых, а не одна вторая. Понятно? То есть мы вот так будем заселять электроны в подуровне. Вот давайте нарисуем с вами П-подуровень и Д-подуровень. И попробую я вам это показать. Как мы заселяем электроны? Вот у нас есть пустая орбиталька, заселяем электрон. Есть пустая орбиталька, заселяем электрон. Есть пустая орбиталька, заселяем электрон. Только когда пустые орбитали в подуровне все уже закончились, нужно начинать подселять второй. Понятно? И тут то же самое. Пока есть свободные орбитали, селим электрон туда. Когда они закончились, уже можно подселять и делать вот такие вот спаренные электроны. Это не спаренный электрон, это спаренные электроны. Вот, собственно, как-то так. Да, то есть электрон сначала всегда заселяем в пустую орбиталь подуровни. Не путайте там. Вот отдельные орбитали, ячейки. Вот подуровни С, П и Д, такие блоки, да. А вот, собственно, уровни 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть орбитали собираются в подуровни, а подуровни в уровне. Орбиталь, подуровень, уровень. Понятно, да? Вот такая идея. Окей, хорошо. Ну и, соответственно, последний принцип, который нам нужен, это принцип минимума энергии. Да, и заключается он в том, что положение любого электрона в атоме должно обеспечивать состояние с минимальной энергией. То есть электроны всегда сначала будем заселять на орбиталь с наименьшей энергией. То есть мы начинаем, короче говоря, заполнять нашу электронную конфигурацию, вот эту вот схему для нее, с первого, конечно же, уровня. То есть с наименьшей энергией. От наименьшей энергии к наибольшей. От меньшего к большему. От первого уровня начинается заполнение. Да, сначала первый уровень заполняем электронами, потом второй, потом третий и так далее. Понятно? Все. Ну и теперь я вам предлагаю поиграться, чтобы вы поняли, как все это делается. Да? Итак, давайте возьмем с вами какой-нибудь атом, пусть это будет азот, и попробуем представить его электронную конфигурацию. Азот имеет седьмой порядковый номер. Это говорит нам о том, что у атома азота семь электронов. Мы это знаем с вами, да? Азот, седьмой порядковый номер. Вот давайте эти семь электронов заселим в нашу электронную конфигурацию. Да? Электронная конфигурация у вас всегда... В принципе, она вам в ЕГЭ по химии, это я вам честно скажу, просто как есть, для выполнения заданий, да? Она вам нужна примерно вот до этого уровня, до 4С. Вот до этого уровня. Она вам нужна. По-хорошему. Вот. Запомнить вот эту вот схему электронной конфигурации очень-очень просто. Значит, как мы уже с вами сказали, в электронной конфигурации есть отдельные ячейки, которые называются орбитали. Да? Орбитали собираются в более крупные. Вот они. Под уровни. А под уровни уже в совокупности представляют собой уровень. Да? Вот он. Уровень, уровень, уровень и так далее. Да? Вот. На самом деле тут есть еще 4P, 4D, но нам они не нужны просто. Для вообще... В ЕГЭ по химии до этого момента не доходят. Ну ладно. Соответственно, каким образом мы с вами заселяем электроны? Давайте прямо напишем. Давайте прямо напишем. Сначала мы заселяем электроны в 1С под уровень. В 1С. Когда уже тут места закончились, да, электроны мы поселили, мы едем на второй этаж, что называется, и селим электроны в 2С и 2П. 2С и 2П под уровни. Когда тут места закончились, мы едем на третий энергетический уровень и заселяем электроны сюда. Сюда, сюда, да. То есть в 3С, 3П. И дальше логично было бы, куда заселить электроны после 3П. То есть вот мы с вами, значит, заселили... Господи, сейчас, секунду. Вот мы с вами заселили 1С, 2С, 2П, 3С, 3П. И дальше было бы логично идти сюда и заселять электроны сюда, но ничего подобного. Тут немножко ломается логика, и, соответственно, электроны заселяются на 4С. И только потом на 3Д. И я сейчас объясню вам, почему. 4С, 3Д. Сейчас вам объясню, почему. Итак, на самом деле, значит, общая, скажем так, энергия орбиталей определяется суммой значений N и L, то есть главного и побочного квантовых чисел. Я сейчас объясню, что это значит, не переживайте. Давайте посчитаем с вами энергию общую для 4С и для 3Д подуровней. Итак, значит, для 4С подуровня. Главное квантовое число равно 4, потому что четвертый энергетический уровень. А побочное квантовое число равно 0, потому что этот подуровень говорит нам о том, что побочное квантовое число равно 0. Это мы с вами знаем. В итоге у нас вот такая сумма N и L для 4С подуровня. Давайте найдем сумму N и L, то есть главного и орбитального квантовых чисел, для 3Д подуровня. Итак, для 3Д подуровня главное квантовое число равно 3, потому что третий энергетический уровень. Значит, побочное квантовое число, так как это орбитальное квантовое число равно 2, и в итоге сумма равна 5. Вот. То есть, говоря умными словами, электрон сначала занимает орбиталья под уровней с меньшей суммой n и l. Поэтому он сначала будет занимать 4s под уровень, и только потом 3d. Понятно? Вот. Электрон занимает сначала места с наименьшей энергией, с наименьшей суммой n и l, двух первых квантовых чисел. Для 4s под уровня сумма n и l, главного и орбитального квантового числа, как мы посчитали, равна 4. Для 3d под уровня сумма n и l, главного и орбитального квантового числа равна 5. Да? Вот. Электрон занимает, значит, место с наименьшей энергией, с наименьшей суммой n и l. Поэтому он сначала занимает 4s, и только потом 3d. Вот, собственно, как-то так. Поэтому здесь логика немножко и ломается, да. Но в остальном все очень логично. Итак, соответственно, давайте попробуем, как я сказала, нарисовать конфигурацию атома азота. У него 7 электронов, тоже 7-й порядковый номер. Поехали заполнять нашу конфигурацию. 7 электронов. Итак, первый энергетический уровень. Раз, два. Закончился. Все, только 2 электрона может быть в орбитале. Только 2 стрелочки в ячейке. Едем на второй энергетический уровень. Три, четыре. Едем сюда. 5, 6, 7. Заметили, что пока есть свободные орбиталии, я заселяю в них. Все. Вот они, мои 7 электронов на своих местах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так выглядит конфигурация атома азота. Вот это все нам не нужно, получается, в данном случае. Вот так. Вот так выглядит конфигурация атома азота. Ее можно изобразить в сокращенном виде. К. Значит, на 1С подуровне у нас находятся 2 электрона. Так и напишем 1С2. На 2С подуровне тоже находятся 2 электрона. 2С2. На 2П подуровне находятся 3 электрона. 2П3. Вот она, собственно, так будет выглядеть сокращенная конфигурация атома азота. Вот, опять же, про то, как быстрее всего запомнить вот эту вот схему, да, чтобы ее заполнять уже для разных элементов. На 1 уровне у нас только С подуровень. На 2-м добавляется П подуровень. На 3-м добавляется Д подуровень. Все. Такой ступенечкой. Лесенки, да. Все. Ну и на 4-м уровне нам нужна только 4С. И больше, в принципе, для ГГ по химии, опять-таки, для решения задания нам еще не пригодится. Окей, хорошо. Давайте возьмем с вами другой химический элемент. Пусть это будет, например, сера. Да? Сера имеет 16-й порядковый номер. То есть у нее 16 электронов. Сера. 16 электронов. Заселяем. Поехали. Первый уровень. Раз, два. Закончились места. Второй уровень. Три, четыре, пять, шесть, семь. Сначала по одному. Восемь, девять, десять. Закончились места. Едем на третий уровень. Одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Все. Вот так выглядит, да, у нас конфигурация серы. Действительно, как мы могли видеть, да, у азота было два энергетических уровня, и он действительно во втором периоде. У серы уже три энергетических уровня, и она в третьем периоде. Да. Три энергетических уровня. Ну и давайте возьмем какой-нибудь, например, бом. Ну, пусть это будет, я не знаю, железо. Да, железо давайте сделаем. Двадцать шесть электронов, двадцать шестой порядковый номер. Железо. Двадцать шестой порядковый номер. Заполняем. С первого уровня. Итак, раз, два, едем дальше. Три, четыре, пять, шесть, семь. Сначала по одному. Восемь, девять, десять. Едем на третий уровень. Одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Дальше куда? Очень хочется сюда, я знаю. Но не забывайте, что после 3П у нас конфигурация немножко ломается, и сначала заполняется 4С. Сколько там было? 10 плюс 8, 18, 19, 20. И только потом можно после 4С ехать заполнять 3D. 21, 22, 23, 24, 25, 26 электронов поставлены на свои места. Вот так выглядит конфигурация железа. Давайте один еще кто-нибудь возьмем, и потом уже пойдем к интересненьким вещам. В принципе, прям суперсложная теория. Вот эта с квантовыми числами, она закончилась. Такого больше не будет. Но давайте заполним с вами, например, кремний. 14-й порядковый номер, 14 электронов. 14 электронов. 1, 2, едем на второй уровень. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончились места на втором уровне, едем на третий. 11, 12, 13, 14. Вот так выглядит конфигурация кремния. Все, как-то так. Как-то так, ребята. Теперь уже будем подходить к тому, что нам нужно для решения первого задания ЕГЭ. Итак, поехали. Значит, опять-таки, давайте порисуем с вами конфигурацию натрия, например. Итак, натрий. Смотрим таблицу Менделеева. Натрий имеет 11-й порядковый номер, значит, у него 11 электронов движется вокруг ядра. Заселяем снизу вверх. По принципу наименьшей энергии двигаемся мы с вами. Раз, два. Едем на второй энергетический уровень. Три, четыре. Пять, шесть, семь. Сначала по одному. Пока есть пустая орбиталь, мы заселяем электрон туда. Когда говорим про подуровень. П или Д, да? Значит, сколько там, господи? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончились места на втором уровне, едем на третий. 11. Вот таким вот образом выглядит у нас электронная конфигурация натрия. Если мы ее запишем в сокращенном виде, как это будет выглядеть? 1С подуровень содержит два электрона. 2С подуровень – два электрона. 2П подуровень – шесть электронов, если вы посчитаете. 3С подуровень – один электрон. 1С2, 2С2, 2П6, 3С1. Нас, как химиков, больше всего интересуют вот эти электроны. Вот эти. Точнее, вот этот. 3С1, да? Он находится дальше всего от ядра. Это электрон с наибольшей энергией, да? У нас вот эта вот наименьшая энергия, это побольше, это еще больше, да? Его проще всего оторвать от атома, им проще всего работать, да? Итак, давайте попробуем зарисовать конфигурацию неона. Десятый порядковый номер, да? Соответственно, 10 электронов будем заселять. Раз, два, едем на второй энергетический уровень. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что вы можете мне сказать про конфигурацию неона? Какая она? Вот она, конфигурация неона. Она идеальна, да? То есть, все электроны спаренные, то есть, в парах находятся полностью заполненные, завершенные, мы называем, да, в химии конфигурации. Полностью завершенной конфигурации. И, собственно, на самом деле, открою вам секрет, у всех вот этих химических элементов, которые мы видим в правой части таблицы Менделеева, в восьмой А-группе, да, у них у всех такие конфигурации. То есть, полностью завершенный идеальный ген. И, собственно, вот эти все, значит, химические элементы, то есть, гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, да, они все называются благородные или, по-другому, инертные газы. Благородные или инертные газы. Вот, у них идеальные конфигурации, вот, поэтому, в принципе, цели их жизни достигнуты, они идеальны с рождения. Им не нужно ни с кем образовать химические связи, им не нужно вступать ни в какие химические реакции, они уже и так идеальны, да. Вот, поэтому, собственно, это действительно крайне инертные, если мы говорим про их простые вещества, да, то есть, они ни с кем не реагируют в ЕГЭ по химии, да, вот, крайне-крайне неактивные товарищи. И, собственно, на самом деле, к таким вот завершенным, идеальным конфигурациям стремится любой химический элемент, да, любой химический элемент. Вот, то есть, как правило, химический элемент очень стремится приобрести конфигурацию ближайшего к нему благородного газа. Смотрите, натрий – это одиннадцатый химический элемент, да, одиннадцатый порядковый номер, то есть у него одиннадцать электронов, да. Ближайший по порядковому номеру к нему благородный газ – это десятый неон, да. У него, так как десятый порядковый номер – десять электронов. Вот что нужно сделать натрию, чтобы достичь идеала, то есть приобрести идеальную конфигурацию ближайшего благородного газа – неона. Что нужно сделать натрию? У натрия одиннадцать электронов, у неона десять электронов. То есть натрию нужно выкинуть свой один электрон, да, отдать один электрон. Отдать один электрон. И действительно, давайте посмотрим, если натрий, вот его конфигурация, отдаст единственный свой электрон на третьем энергетическом уровне, отдаст вот этот один электрон, то у него будет вот такая конфигурация, то есть точно такая же, как у неона. Он достигнет идеала, да? Он достигнет идеала. Значит, натрий. Было 11 электронов. Если он один отдаст, чтобы опять-таки достичь идеала, да, как у неона, если он отдаст один свой электрон, у него остается 10 электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять электронов. И, соответственно, у него будет вот такая вот конфигурация. Это уже не атом. Это уже не атом. Это так называемый ион натрия. Да, ион натрия. Вот. Почему ион? Потому что это уже заряженная частица. То есть атом, он никак не заряжен. Да, как вы помните, атом электронейтрален, то есть имеет заряд ноль. Значит, а вот такой натрий уже будет иметь положительный заряд. Кстати, почему? Кстати, почему? Смотрите. У нас, по сути, атом натрия выглядит вот так. Смотрите. Атом натрия. Значит, у него одиннадцатый порядковый номер, то есть у него одиннадцать протонов в ядре. Одиннадцать протонов в ядре. И одиннадцать электронов движется вокруг ядра. Если он свой один электрон отдаст, у него уже будет десять электронов, а не одиннадцать. То есть у него в атоме будет одиннадцать положительно заряженных частиц и десять отрицательно заряженных. Плюс одиннадцать, минус десять. И тогда, соответственно, плюс одиннадцать, минус десять будет плюс один. Тогда у натрия будет заряд плюс. Потому что, собственно, когда у нас количество протонов перестаёт быть равным количеству электронов, когда количество плюсов уже не равно количеству минусов, естественно, атом приобретает какой-то заряд и превращается в ион. Вот он, натрий плюс. Положительно заряженные ионы называют катионы. Да, катион. Так, ну, халя, всё. Замечательно. Значит, давайте теперь попробуем изобразить конфигурацию хлора. Попробуем изобразить конфигурацию хлора. Итак, соответственно, хлор. Хлор имеет семнадцатый порядковый номер, то есть у него семнадцать электронов. Погнали заселять. Раз, два, едем на второй энергетический уровень. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять. Едем на третий уровень. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Вот. Всего один неспаренный электрон у хлора, да. И если мы сокращенным образом запишем эту конфигурацию, то мы получим один С, два, потому что там два электрона. Два С, два. Два П, шесть электронов содержит. Три С, два. И три П, пять. Нас, как химиков, интересуют вот эти электроны, то есть те, которые находятся на внешнем энергетическом уровне. Они самые подвижные, самые активные, да, валентные электроны. Мы про это еще будем говорить. Вот. Ну и, соответственно, давайте зарисуем с вами конфигурацию аргона. У него восемнадцать электронов, так как восемнадцатый порядковый номер, да. Поехали. Раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Опять же, что мы можем с вами сказать про конфигурацию аргона? Она идеальная. Она идеальная, она завершенная. Это вот такая конфигурация классная, к которой стремится любой химический элемент, да. И, соответственно, давайте теперь поговорим про хлор. Как ему добиться такого же, собственно, идеала. Итак, смотрите. У хлора семнадцатый порядковый номер. То есть у него семнадцать электронов в атоме вообще-то, да. Ближайший по порядковому номеру к нему благородный газ, то есть тот, конфигурацию которого ему проще всего, по сути, приобрести, это аргон. С восемнадцатым порядковым номером, то есть у которого восемнадцать, соответственно, электронов. Что нужно сделать хлору, чтобы приобрести конфигурацию такую же, как у аргона? У хлора семнадцать электронов, у аргона восемнадцать. То есть хлора нужно раздобыть и забрать себе, принять еще один электрон, чтобы у него тоже было восемнадцать, да. И действительно, посмотрите на конфигурацию хлора. Если он примет еще один электрон, вот сюда, вот сюда, да, то он действительно приобретет такую же конфигурацию, завершенную, как у аргона. Да. То есть, смотрите, вот у нас конфигурация хлора, обычного атома хлора. Вот, да. Если он где-то возьмет еще один электрон, да, и примет его, еще один электрон, то, соответственно, он приобретет вот такую же классную, завершенную, идеальную конфигурацию, да, как и у атома аргона. Да, и давайте посмотрим, в какую частицу хлор тогда превратится. Смотрите, у нас, значит, у нас с вами был атом хлора с зарядом ноль, с зарядом ноль, да. Он принял один электрон, да, то есть взял себе еще одну отрицательно заряженную частицу. Понятное дело, что мы с вами получим частичку, соответственно, хлор минус, да, потому что атом хлора принял отрицательно заряженный электрон, поэтому будет хлор минус. Так это можно, соответственно, по-другому объяснить. Итак, у нас с вами хлор – это 17-й химический элемент, у него 17-й порядковый номер, то есть у него 17 протонов в ядре, 17 протонов в ядре, и 17 электронов, то есть отрицательно заряженных частиц вокруг ядра. Да, вот он у нас, атом хлора. 17 протонов в ядре, 17 электронов вокруг ядра. Если хлор примет еще один электрон для того, чтобы добиться вот такой классной конфигурации, вот сюда, если он примет еще один электрон, то у него уже будет, получается, 18 электронов, 18 минусов, да, плюс 17 минус 18 – это минус 1. Все. Поэтому действительно у нас образуется хлор с зарядом минус, отрицательно заряженный ион, и, собственно, отрицательно заряженные ионы называются анионами. А-ни-он, потому что приставка А или А назначает отрицание, да, симметрия, асимметрия. А-ни-он, отрицательно заряженный ион. Вот, собственно, как-то так. То есть ионы, когда образуются, по сути, атом благодаря этому в том числе может приобрести вот такую идеальную конфигурацию благородного газа. Итак, значит, хорошо. Хорошо. Еще один интересненький, важный момент, который фигурирует в первом задании, который тоже я вам хочу сразу сказать. Мы элементы можем поделить на С, П и Д. Ну, и Ф, но они нам ЕГЭ не нужны. Соответственно, натрий – это С-элемент, потому что заполнение его конфигурации закончилось на С-подуровне. Это С-элемент. Хлор – тот же самый, да, так как заполнение его конфигурации закончилось на П-подуровне, это П-элемент. Понятно, да? Вот. То есть на каком подуровне мы закончили заполнять конфигурацию, такой элемент. С, П или Д, соответственно. Вот, давайте попробуем с вами теперь как-нибудь изобразить конфигурацию ванадия. Итак, ванадий у нас 23-й химический элемент. Вот он. 23 у него порядковый номер, то есть у него 23 электроны, которые мы сейчас будем заселять. Поехали. Раз, два. Места закончились. На первом уровне едем дальше. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончились. Места едем дальше. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Очень хочется пойти на 3D, но не забываем, здесь последовательность ломается, и мы идем сначала всегда на 4S. Девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Заполнение конфигурации закончилось на D под уровнем. Это, конечно, D элемент. Это, конечно, D элемент. Ну и точно так же мы можем изобразить, как обычно, с вами, значит, сокращенную конфигурацию. Нас как химиков интересуют вот эти электроны. То есть на внешнем уровне, который находится, и на вот этом незаполненном D под уровнем. Да, они самые такие активненькие. Окей, хорошо. Ну и теперь закончим тему, как говорится, с ионами. Закончим тему с ионами. Поехали. Итак, как я уже сказала, атом любого химического элемента стремится к идеалу. И стремится приобрести, как правило, конфигурацию ближайшего к нему благородного газа, потому что, как правило, это проще всего. Итак, соответственно, исходя из этого, азот. Азот у нас с вами седьмой химический элемент. У него седьмой порядковый номер, то есть 7 электронов в атоме. 7 электронов в атоме. Ближайшим по порядковому номеру к нему благородным газом является неон, у которого десятый порядковый номер, то есть 10 электронов. 10 электронов. Да? То нужно сделать азоту, чтобы приобрести конфигурацию неона. Ему нужно, соответственно, принять 3 электрона. То есть у азота 7 электронов, а ему нужно, чтобы завершить свою конфигурацию, как у неона, ему нужно 10. То есть ему не хватает 3 электронов. Ему нужно где-то взять и принять 3 электрона. То есть он принимает 3 электрона, у него становится 10 электронов, исходя из этого, как у неона. Ион образует ион с конфигурацией неона. Все. Окей, хорошо. Дальше, соответственно, калий. Смотрим на калий. Посмотрим на калий. Значит, калий 19-й порядковый номер имеет, то есть у него всего 19 электронов в атоме. По вот этому порядковому номеру какой калий у ближайший благородный газ? Калий 19-й порядковый номер имеет, а ближайший благородный газ аргон 18-й. Соответственно, у аргона 18 электронов, мы это понимаем. То нужно сделать калию, чтобы приобрести конфигурацию такую же, как у аргона, классную, завершенную. Если у калий 19 электронов, а у аргона 18, получается, что калию нужно отдать 1 электрон. Тогда было 19, если он отдаст 1, станет 18, точно так же, как у аргона. То есть, да, мы получим ион калия с конфигурацией аргона. Калий плюс. Вот. Когда атом принимает электроны, принимает электроны, так как он, по сути, принимает отрицательно заряженные частицы, он становится отрицательно заряженным. Все. Потому что он взял отрицательно заряженные частицы. Если атом, наоборот, отдает электроны, то есть, отдает свой отрицательный заряд, у него протонов становится больше по сравнению с электронами положительно заряженных частиц. Поэтому он, собственно, положительно заряженный ион образует. Дальше барий смотрим. Барий. Значит, барий у нас 56-й. 56-й химический элемент, 56 электронов в атоме. Ближайший по порядковому номеру к нему благородный газ какой? Конечно, 54-й ксенон. То есть, у него 54 электрона. Что барий нужно сделать, чтобы приобрести конфигурацию ближайшего благородного газа, то есть ксенона? Если у барий 56 электронов, у ксенона 54, барию нужно всего лишь навсего отдать 2 электрона. И тогда он спокойненько приобретет конфигурацию ксенона. И у него будет точно так же, как у ксенона, 54 электрона. 56-2. 54 электрона. И он образует, соответственно, катион барий-2+. Потому что, еще раз, когда атом принимает электроны, так как он берет себе отрицательно заряженные частицы, он сам становится отрицательно заряженным. Если атом, наоборот, отдает свой отрицательный заряд, он становится положительно заряженным ионом, катионом. Итак, дальше алюминий. Поехали. Алюминий. Алюминий у нас 13-й химический элемент, у него 13 электронов. Ближайший по порядковому номеру к нему благородный газ – это, конечно, не аргон. 13 и 18 как-то далековато. Ближайший благородный газ – это, конечно, неон, который имеет 10-й порядковый номер, 10 электронов. Как алюминию приобрести конфигурацию неона? Значит, у алюминия 13 электронов, у неона 10. Алюминию нужно всего-навсего отдать 3 электрончика. Отдать 3 электрончика. Так, спокойно приобретет конфигурацию неона, и как и у неона, у него будет 10 электронов. Да? 15 минус 3. Отдаст 3, будет 10 электронов. Все. И он таким образом превратится в катион алюминий 3+, когда отдает электроны, отдает свой отрицательный заряд, и он становится положительно заряженным. Да. Да. И он образуется положительно заряженный. Окей, сера. 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 16-й порядковый номер, 16-й химический элемент. То есть, у нее 16 электронов в атоме. Да? Ближайшим благородным газом является аргон 18-й, у которого 18 электронов. Чтобы серия из своих 16 электронов, ну, собственно, сделать 18, ей нужно где-то приобрести 2 электрона и принять их. И тогда, да, приняв 2 электрона, она спокойно приобретет конфигурацию аргона, и как у аргона у нее будет теперь 18 электронов. Да, потому что 16 плюс 2. окей, и, соответственно, она превратится в анион S2-. Она превратится в анион S2-. Вот. Понятно, да? В S2-. Потому что она приняла электроны, приняла отрицательно заряженные частицы, теперь она сама тоже отрицательно заряжена. Ну, и, соответственно, последний. Давайте посмотрим йод. Йод у нас 53-й химический элемент, то есть у него 53 электрона в атоме. Ближайшим благородным газом, конечно, является 54-й ксенон. Да, у него 54 электрона. Чтобы йоду приобрести конфигурацию ксенона, ему нужно увеличить количество электронов на 1. То есть ему нужно где-то найти и принять 1 электрон. Все. Принять 1 электрон, тогда он приобретет конфигурацию ксенона, и у него будет также 54 электрона, как у ксенона. Все. Вот, собственно, как-то так. Вот. Значит, сразу такой момент лирическое оттупление я хочу сделать. Действительно, много сегодня очень теорий. Меня просто просили записать именно ролик с там квантами и числами туда-сюда. Вот. Поэтому решила я его для вас сделать в открытом доступе. Я хотела в этом ролике, чтобы вам не бегать по углам, не бегать по разным видео, собрать все в одном месте. То есть и научить вас, и объяснить вам строение атома, и объяснить вам квантовые числа, и, соответственно, объяснить вам, как строится конфигурация, вот мы их строим, и объяснить вам, зачем и как образуются ионы. Вот. И в том числе я вам сейчас расскажу, и это будет последнее, что я сделаю в этом вебинаре, да, я вам сейчас расскажу про проскок электрона и возбужденные состояния, и внешнеэвалентные электроны, что это такое. Больше ничего в первом задании вам встретиться не может. Понятно, да? То есть дальше нужно будет просто решать задание, и все. И все. Вот на самом деле первое задание, оно такое действительно объемное, объемное. Если его объяснять по-взрослому, как мы это сегодня делали. Ну, как-то так. Ну, ладно. Давайте, соответственно, продолжим с вами рисовать конфигурации, да? Продолжим. И порисуем конфигурацию, которую вы видели сегодня все занятие. Вы ее уж, наверное, запомнили даже, да? Это конфигурация хрома. Хромчик. 24-й химический элемент. То есть у него 24 электрона. Да? 24 электрона, которые мы сейчас будем заселять. Поехали. Раз, два. Заселили первый энергетический уровень, едем дальше. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Едем дальше. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Очень хочется на 3D, я знаю, но надо на 4S сначала. Тут ломается последовательность. Девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Вот они, двадцать четыре электрона на местах. Казалось бы, Настя, ну вот она, конфигурация хрома. Вот она. Нет. Ничего подобного. Ничего подобного. Ребят, смотрите, какая тут интересная штукинция. Когда мы с вами на 3D подуровне видим вот такую некрасивую конфигурацию или вот такую некрасивую конфигурацию. Сейчас я ее вот так вот нарисую, если вы не против, быстренько, да? Вот такую. То есть, когда мы с вами на 3D подуровне видим некрасивую, несимметричную конфигурацию, где, казалось бы, ну вот, для симметрии не хватает одного электрона. Вот поставить сюда электрон, и будет красота. Или поставить вот сюда электрон, и будет вообще красота. Да, 10 электронов. Вот когда мы видим такую ситуацию на 3D подуровне, когда нам для симметрии не хватает одного электрона для симметричной конфигурации, мы, соответственно, спускаем этот электрон с выше лежащего уровня. Вот, поехали. Поехали. Вот, и все. Все. И теперь у нас красота. Теперь у нас конфигурация здесь какая? Красивая, симметричная, гармоничная, а значит, более устойчивая для атома. Да, конфигурация более симметричная, значит, она более устойчивая. Вот и все. Поэтому, когда мы видим с вами вот такую... Сейчас вот такую. Оп. Когда мы видим вот такую ситуацию или вот такую, то есть когда для симметрии не хватает одного всего лишь электрона, да, вот здесь вот один электрон, и будет прям вообще идеальная симметрия. Вот тут один электрон, и будет идеальная симметрия. Мы спускаем этот электрон с выше лежащего уровня, да, в данном случае с 4s подуровня. Вот. Чтобы достичь такой симметрии, а значит, это более устойчивое будет состояние для электрона, вот и все. Да? Более устойчивое состояние. Итак, соответственно, давайте сокращеночку запишем, сокращеночку. Во-первых, кром мы видим, это D-элемент совершенно точно, потому что у нас дополнение конфигурации, вот когда мы ее заполняли, закончилось на D подуровне. Это D-элемент. Итак, соответственно, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, и электроны, которые нас интересуют больше всего, 4s1, 3d5. Вот она симметрия 3d5, да? Такая ситуация, когда электрон как бы проскакивает для достижения более устойчивого состояния, более устойчивой симметричной конфигурации вниз, это, соответственно, проскок электрона. Или по-другому называют провал электрона, потому что если мы посмотрим на графическое изображение, то у нас электрон как будто бы провалился с 4-го энергетического уровня на 3-й. Как будто бы провалился пол под ним, и он упал с 4-го этажа на 3-й. Правильно? Вот. Соответственно, провал или проскок электрона, такая ситуация называет. Когда мы видим с вами конфигурацию, где четко не хватает всего лишь одного электрона для симметрии, всегда происходит проскок электрона. У кого проскок встречается из тех, кто фигурирует в первом задании ЕГЭ? Купрум-хром, два металла на буковку Си. Аурум-аргентум, золото-серебро, два металла на буковку А. Остальные в именно реальном ЕГЭ я вообще не припомню, чтобы когда-то видела. Ну, вот эти 4, да. То есть вот у них действительно происходит для достижения более устойчивого состояния проскок электрона. Понятно? Ну и давайте посмотрим на медь. На медь. Как же без медь это? 29-й химический элемент, 29-й, да, у нее порядковый номер. 29 электронов будем селить. Раз, два. Едем на второй энергетический уровень. Три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Едем на третий. Одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Очень хочется сюда, но нельзя. Запрещают. Девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Нашли знакомую ситуацию. Видите? Вот тут все электроны спаренные на 3D под уровень. Спаренные, 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 спаренные. А вот тут прям не хватает лишь метрии одного электрончика. Ну, так давайте его все-таки раздобудим, этот электрон. Мы его вот отсюда возьмем, да, раз, и поехали. Все. Вот у нас произошел проспок электрона. Более устойчивое состояние, да, более устойчивая конфигурация. Все. Все это, как всегда, можем в сокращенном виде написать. Вот эта часть электронов, которые нас интересуют. 4S1, 3D10, да. Метит, конечно же, тоже D-элемент, потому что у нас заполнение конфигурации закончилось вот здесь, то есть на D-подуровне, это D-элемент, да. Ну, и, соответственно, все. Про проскок электрона я с вами сказал. Боже, мне нечего добавить. Да. Единственное, если вы внимательно посмотрите, у тех металлов, у которых происходит проскок электрона, у них всегда один электрон остается на внешнем уровне. Всегда. Потому что второй проскочил вниз. Правильно? Ну, и, соответственно, последнее, что я вам хочу рассказать, это про, ну, именно из такой теории, да, это возбужденное состояние атома. Что такое возбужденное состояние атома? Вот все, что мы с вами писали до этого. Вот это, 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 вот это. Это всё было основное состояние атома. Да, основное. Что такое возбуждённое состояние атома? Возбуждённое состояние атома – это такое его состояние, когда электрону сообщили, да, атому и электрону в нём сообщили дополнительную энергию, и за счёт этой энергии электрон проскочил на другую свободную орбиталь. Или иногда несвободную, но в ЕГЭ только на свободную. В общем, сейчас я вам покажу, как это работает. То есть это когда дополнительная энергия сообщена атому, да, и за счёт этой дополнительной энергии электрон перескакивает на другую орбиталь со своего места. Ну, давайте посмотрим. Возбуждённое состояние отмечается вот такой прекрасной снежинкой, звёздочкой. В общем, как хотите называть, вот так оно обозначается, да. И, соответственно, давайте сначала запишем, точнее, зарисуем, изобразим конфигурацию атома углерода в обычном, в основном состоянии. Углерод имеет шестой порядковый номер, то есть у него шесть электронов, да, в атоме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть это P-элемент, да, потому что на P-подуровне у нас закончились электронички. P-элемент действительно. То есть вот так выглядит атом углерода, его конфигурация в обычном состоянии, в основном. А тут атому сообщили дополнительную энергию. А значит, как перевести атом в возбуждённое состояние? Нужно просто найти электронную пару на внешнем уровне, то бишь на втором, электронную пару, распарить её и электрончик перенести в ближайшую пустую ячейку. Бам! Всё. Вот мы, получается, возбудили атом углерода, да, перевели его в возбуждённое состояние. Понятно, да? То есть ещё раз. Как перевести относительно конфигурации атом в возбуждённое состояние? Нужно распарить электронную пару крайнюю, которая находится на внешнем уровне. Мы её распариваем, то есть распроединяем электроны, как бы, да. И один из этих электронов мы перемещаем в ближайшую пустую ячейку. Видите, в ближайшую пустую ячейку. Всё, съехал от мамы, понятно? Электрон этот. Вот и всё. И теперь у углерода уже не два, как было до этого, а целых четыре неспарительных электронов. Он в таком состоянии уже больше связей сможет образовать, да? Это вот, к слову, про физический смысл в возбуждённом состоянии, но это уже мы с вами потом, конечно, будем обсуждать. Ладно. Значит, в сокращённом виде давайте запишем. 1С содержит по-прежнему два электрона, 2С теперь уже один электрон, 2П – три электрона. Вот, собственно, как-то так. Возбуждённое состояние атома углерода. Давайте теперь посмотрим на возбуждённое состояние атома хлора. Но сначала зарисуем его обычное, основное состояние. У него всего 17 электронов, так как мы видим, у него 17-й порядковый номер. Раз, два, едем выше, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Едем на третий уровень. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Всё. 18 электронов. Итак, соответственно, давайте попробуем с вами перевести хлор в возбуждённое состояние. Для этого, как я и сказала, мы находим электронную пару, крайнюю с конца. Вот она, крайняя с конца электронная пара. Распариваем её, то есть, рассоединяем электроны. И, собственно, электрон переносим в ближайшую пустую орбиталь. Вот сюда. Всё. Это называется первое возбуждённое состояние, потому что мы их рассоединили, да, распарили только одну электронную пару. Мы можем распарить и вторую, тогда это будет второе возбуждённое состояние. Давайте. А если распарим третью электронную пару, их рассоединим, то это уже будет третье возбуждённое состояние. Первое возбуждённое состояние распарили одну пару электронов, второе возбуждённое состояние распарили две пары электронов, Третье возбужденное состояние распарили три пары электронов. Понятно, да? Итак, это пока первое. Значит, давайте делаем теперь второе возбужденное состояние. То есть вот у нас еще одна крайняя с конца. Электронная пара, да, спаренные электроны. Мы их рассоединяем, и электрончик переносим в ближайшую пустую ячейку, в ближайшую пустую орбиталь. Все. Второе возбужденное состояние. Можем сделать третье? Спокойно. Абсолютно спокойно. Значит, для этого мы распариваем пару на 3s под уровнем, и электрончик точно так же переносим в ближайшую пустую орбиталь. Все. Вот, собственно, как-то так. Третье возбужденное состояние. Как оно, кстати, будет помечаться? Оно будет помечаться уже тремя вот этими снежиночками, да? Тремя. Ну и можем все это записать в сокращенном виде, разумеется. 1s2, 2s2, 2p6, тут ничего не поменялось, да? А вот здесь поменялось уже. 3s1, 3p3, 3d3. Все. Вот как-то так. Возникает вопрос. Кого мы не можем перевести в возбужденное состояние? Значит, не можем мы в рамках ЕГЭ по химии, ну, в целом, да, не можем мы перевести в возбужденное состояние. Во-первых, самое главное, атомы тора, кислорода и азота легко запомнить как фон. Втор, кислород, азот. Да, вот они. Мы не можем их оттуда перевести в возбужденное состояние. Почему? Потому что, чтобы перевести кого-то в возбужденное состояние, нужно рассоединить электронную пару и электрон переместить в ближайшую пустую ячейку. У фтора, посмотрите, кислорода, азота, у них нет пустых орбиталей. То есть, даже если мы какую-нибудь вот электронную пару у них распарим, нам в любом случае просто некуда переносить образовавшийся электрон. Нет пустых орбиталей, некуда съезжать электроны. Поэтому, конечно, возбужденное состояние невозможно. И, соответственно, металлы первой А-группы, так называемые щелочные металлы, их атомы мы тоже не можем перевести в возбужденное состояние. Потому что у них на внешнем уровне всего один электрон. То есть, у них нет вообще электронных пар, которые мы могли бы рассоединить. Ну, нет электронных пар. Всё, нечем распаривать. Значит, возбужденное состояние для них невозможно. На самом деле, в реальной химии всё там гораздо интереснее, гораздо сложнее. Вот, потому что электрон может и не только в пустую прям орбиталь, и не только на том же уровне перемещаться. Но в ЕГЭ по химии всё так вот немножко упрощённо, да? Ну, и, соответственно, последнее, что мы с вами скажем, последнее. Это, соответственно, что такое валентные и внешние электроны, да? Итак, смотрите, начнём вот с этого. Электроны внешнего слоя. Электроны внешнего слоя – это те электроны, которые находятся на внешнем энергетическом уровне. Посмотрите, пожалуйста, на конфигурацию натрия. Мы всё это рисовали с вами сегодня. Конфигурация натрия. Вот у него третий энергетический уровень, последний, внешний. Соответственно, на нём один электрон. Один электрон на внешнем слое. Да? Вот он. Для атома хлора внешним является третий энергетический уровень. Раз, два, три. Всё, третий, последний, то есть внешний. И у него, как мы здесь видим, 7 электронов. Семь электронов на внешнем. Ну, вот когда ты начинаешь что-то там в медицине, да? Учиться там в медиа, ты уже врач. Всё, у тебя навык нормально писать теряется. Ладно. В общем, 7 электронов на внешнем слое. Да? Дальше. Сера. Соответственно, для серы внешним энергетическим уровнем, конечно, будет являться тоже третий. Раз, два, три. Всё, третий, последний энергетическим уровнем серы. Да? Внешний. И мы видим, что здесь находится 6 электронов. 6 электронов на внешнем слое. Дальше. Хром. Внимательно. Сейчас смотрим. Прилипли к экрану, да? Для хрома внешним энергетическим уровнем, конечно, является четвёртый. Раз, два, три, четыре. Вот он, внешний энергетический уровень. То есть, у него один электрон на внешнем слое. Дальше. То же самое, да? Медь. Тоже четвёртый энергетический уровень, последний. То есть, внешний. И, соответственно, один электрон там находится. Один электрон на внешнем слое. Один электрон на внешнем слое. Аминь. Вот он, третий уровень. У него крайний, да? Внешний. Три электрона на нём находятся. Три электрона на внешнем слое. Если вы заметили, тут присутствует определённая закономерность. Присутствует определённая закономерность. Количество электронов на внешнем слое равно номеру группы, в которой находится химический элемент. Правда, это правило работает только для элементов главных подгрупп. К сожалению. Да? Давайте я вам покажу, как это, соответственно, мы видим на конфигурациях. Натрий – это элемент первой группы. Да? Натрий – элемент первой группы. И действительно, у него один электрон на внешнем слое. Всё правильно. Хлор – это элемент, посмотрите-ка, седьмой группы. Правда? У него семь электронов на внешнем слое. Сера – это элемент шестой группы. И у неё действительно шесть электронов на внешнем слое. Мы посчитали. Да? Алюминий находится у нас в третьей, посмотрите, группе. У него три электрона на внешнем слое. То есть, ну, также у магния будет два электрона на внешнем слое, у фосфора будет пять электронов на внешнем слое, у кремния будет четыре электрона на внешнем слое, а у фтора – семь. Понятно, да? То есть, номер группы позволяет нам определить, сколько же электронов находится на внешнем слое, на внешнем энергетическом уровне у нашего атома. Но это правильно работает только для главных подгрупп. Вы меня спросите. Во-первых, как определить главные подгруппы? Очень просто. Главные подгруппы – это все, что находится под элементами второго периода. То есть вот у нас литий. Все, что под ним – это главная подгруппа. А медь, серебро, золото – это побочка. Вот у нас бериллий. Все, что под ним – это главная подгруппа. А цинк – это уже, например, побочка. Все, что подбором – это главная. Канди и три – это уже побочка. Понятно, да? То есть как определять элементы главной подгруппы, можно всегда ориентироваться по второму периоду. Абсолютно спокойно. С чистой совестью. А как же определить электроны внешнего слоя у побочных подгрупп? У побочных подгрупп. Вопрос. У них обычно, на самом деле, два электрона. Два электрона. Вот. Но может быть и один электрон в случае проскока. Проскока. То есть, например, у, соответственно, хрома один электрон, потому что второй проскочил вот сюда. У меди один электрон остался на внешнем уровне, потому что второй проскочил сюда. Ну, то есть вот как-то так. Да, обычно у них два электрона, но может быть и один, когда, соответственно, перед нами атом с проскоком электрона. Потому что у них второй как раз-таки проскакивает вниз. Да, поэтому из двух остается только один. Вот как-то так. Это если вам хочется какую-то прямо для себя сюда сразу записать закономерность. Теперь, кто такие валентные электроны? Валентные электроны... Смотрите, вообще, в принципе, валентность – это количество химических связей, которые образуют атомы в соединении. Количество связей. Поэтому валентные электроны – это те, которые могут участвовать в образовании связей. То есть это такие вот самые активные движевые электроны, с которыми проще всего взаимодействовать, работать, отрывать их от атома. Да, это вот валентные электроны. И, соответственно, как их определить? Внешние электроны мы, в принципе, видим сразу по конфигурации. Да, мы можем определить, что вот этот вот внешнеэнергетический уровень – значит, один электрон на внешнем уровне. Всё. То есть тут всё просто. Да? А валентные электроны как определить? А валентные электроны – это то же самое, то же самое, что и внешние для элементов главных подгрупп. Вот. А для побочных я ещё скажу. Итак. Валентные электроны – это те же самые внешние электроны. Да? То есть для натрия что валентные? Один электрон валентный. Да? Вот для натрия вот этот один электрон, находящийся на внешнем энергетическом уровне, он является валентным. То есть для элементов главных подгрупп внешние и валентные электроны совпадают. Это одно и то же. Да? Вот он, один внешний, он же один валентный электрон. Для хлора тоже 7 внешних, 7 валентных электронов. Валентных электронов. Для серы 6 внешних, а ниже, так как это алюминия главные подгруппы, 7 валентных электронов. Для, соответственно, алюминия 3 внешних, а ниже, 3 валентных электронов. Валентных. Вот. Понятно, да? Что касается теперь элементов побочных подгрупп. Тут ситуация интересная. У них, такие, скажем так, активные, да, валентные электроны находятся не только на внешнем уровне, но ещё и на предвнешнем. То есть не только на четвёртом, но ещё и на третьем, на D под уровне. Вот они стоят одинокие, например, у крома, да? Поэтому для элементов побочных подгрупп, для, это вот для главных, для А, да, а это вот для побочных. Для элементов побочных подгрупп валентные электроны определяются как внешние плюс предвнешние. Внешние, которые находятся на D под уровне. Внешние плюс предвнешние. Для главных подгрупп внешние валентные электроны совпадают, это одно и то же, да, грубо говоря. Для побочных подгрупп валентными, то есть самыми такими активными электронами являются не только внешние, но ещё и предвнешние. То есть у крома один электрон мы видим на внешнем уровне, а валентных при этом один плюс пять. Шесть что? Шесть валентных электронов. Внешние плюс предвнешние на D под уровне. То же самое и для меди. Один электрон внешний и, соответственно, целых десять на D под уровне. Один плюс десять – это одиннадцать валентных электронов. Да, одиннадцать. Вот, собственно, как-то так. Вот, чисто теоретически. Вот и всё, да? Вот. И, соответственно, ещё разочек этот момент проговорю. Мы, в принципе, это уже сказали, да? Что мы можем таблицу Менделеева, номер периода и номер группы использовать в рамках электронной конфигурации, каким образом. Номер периода говорит нам о том, сколько энергетических уровней. Например, у атома водорода только один единственный энергетический уровень, да? А у бериллия уже будет два энергетических уровня. А у кальция целых четыре энергетических уровня. Правда? И, соответственно, мы, опять же, в этом с вами можем легко убедиться на примере конфигурации, которая у нас есть. Вот конфигурация натрия. У него, как вы видите, три энергетических уровня, и он действительно в третьем периоде, да? Вот конфигурация флора. У него три энергетических уровня, раз, два, три, и он так же, как и натрий, находится в третьем периоде. Сера тоже находится в третьем периоде. У неё тоже три энергетических уровня. То есть, действительно, номер периода определяет, сколько вот этих вот условных слоёв условно, сколько энергетических уровней в составе атома. А номер группы определяет, сколько электронов сидит на самом внешнем уровне. Сколько электронов находится на внешнем уровне для элементов главных поток. Вот. Исходя из этого, давайте попробуем нарисовать конфигурацию внешнего уровня, только внешнего, не полная конфигурация, а только-только внешнего, внешнего уровня, например, кремния. Кремния. Как вариант. Итак, смотрите, кремний находится в третьем периоде. Правда? Значит, у него три энергетических уровня. Раз, два, три. То есть, третий внешний. Третий внешний. Да? Ну, и ещё там 3D. Соответственно, ну, он нам не пригодится просто здесь. Сколько электронов у кремния находится на этом внешнем уровне? Так как кремний стоит в четвёртой группе, у него 4 электроны на внешнем уровне. Раз, два, три, четыре. Вот у нас конфигурация исключительно внешнего уровня атома кремния. И это кто? Удобно! Потому что в заданиях первой части очень, в заданиях номер один, очень часто спрашивают именно про внешний уровень. Да? Давайте попробуем нарисовать конфигурацию внешнего уровня, пусть атома, значит, кислорода. Кислород находится у нас, посмотрите, во втором периоде. То есть, у него всего два энергетических уровня. Первый, второй. То есть, второй внешний. Второй внешний. Да? Сколько на этом внешнем уровне на втором у него находится электрон? Так как он стоит в шестой группе, 6 электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот она конфигурация внешнего уровня атома кислорода. Да? Два С2, два П4. Давайте попробуем изобразить конфигурацию, ну, пускай, брома. Да? Итак, бром у нас находится в четвертом периоде, то есть, четыре энергетических уровня у него, да? И четвертый внешний. Четвертый внешний. Сколько на этом внешнем слое у него электронов находится? Ну, собственно, так как бром стоит в седьмой группе, семь электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Четыре С2, четыре П5. Давайте попробуем, например, для магния изобразить внешний уровень. Магний – это элемент третьего периода, то есть, у него третий уровень внешний, да? Три энергетических уровня, третий внешний. Судя по тому, что магний находится у нас во второй группе, у него всего два электрона на внешнем слое. Раз, два. То есть, три П под уровень нам заполнять уже даже не придется. Вот как-то так. Три С2 конфигурация, да? Поэтому не обязательно, когда речь идет в задании про конфигурацию внешнего слоя, не обязательно рисовать полную конфигурацию, как мы сегодня вот это с вами учились делать. Не обязательно. Можно чисто вот этот внешний уровень нарисовать и все. Вот. По поводу внешних валентных электронов вы привыкнете. Вот самое главное, что здесь нужно понимать, да, значит, про валентные электроны. Это то, что для главных подгрупп, что внешний, что валентный – это одно и то же, да? А для побочных подгрупп, валентными электронами, то есть, самыми активными, являются не только внешние, но еще и предвнешние. Те, которые сидят на деподуманном. Все. Вот, собственно, как-то так. В принципе, это все, что я вам хотела рассказать. Да? То есть, мы с вами давайте резюмируем, обсудили, что невероятно много-много всего. Да? Не пугайтесь, что так много теорий. На самом деле, когда... На самом деле, во-первых, я сняла эту роль только потому, что меня попросили, сказали, хочется прям такое вот объяснение услышать с квантовыми числами, по-взрослому, чтобы все было. Поэтому я решила, конечно, записать такой ролик. Кто я такая, чтобы вам отказывать? Правильно? Вот, от вас зависит контент на этом канале, вы это прекрасно знаете. Вы все это можете сказать в комментариях, вы все это можете писать в чате, в моем открытом телеграм-канале. QR-код я сегодня на него, в принципе, уже давала, да? Вот, и, соответственно, я вас приглашаю к себе на курс, да? И на этом курсе я полноценно готовлю вас к сдаче ЕГЭ по химии. Полноценно. Что он из себя представляет? Это 12 вебинаров в месяц, да, в среднем. То есть по 3 вебинара в неделю. Они могут быть онлайн, могут быть в виде теоретических роликов, вот. И, соответственно, к каждому из этих вебинаров вы получаете, во-первых, соответственно, материалы, рабочую тетрадь, конспект, док-материалы, огромнейшее количество практики в виде домашки, пробников. У вас будет банк заданий на каждый месяц сентября, да? И, соответственно, обучение устроено таким образом, что, во-первых, мы с вами с помощью искусственного интеллекта, который внедрен на нашей платформе, можем проводить работу над ошибками, потому что он показывает этот искусственный интеллект, где конкретно вы ошибаетесь, какой конкретно пробел вам нужно заполнить, да? Это раз. И, во-вторых, в наш курс включено циклическое повторение. То есть мы с вами повторяем в течение всего учебного года пройденные темы, что не позволяет их забыть, вот. Естественно, у нас есть закрытая комьюнити, закрытый телеграм-канал, где мы тоже повторяем материал в течение всего учебного года, поэтому вот такое у нас классное обучение. Вот так выглядят, кстати, материалы, например, да? А все обучение происходит у нас на нашей платформе, на платформе Умскул, где крайне все удобно расположено. Смотрите, вот расписание занятий, да? Там не только химия, у вас будет все вместе отображаться, если вы там несколько курсов, например, купили. Химия, биология, русский обычно у нас берут, да? Занятия. Сами домашние работы. Раздел успеваемости. Тот самый искусственный интеллект, который поможет вам делать работу над ошибками, да? То есть, видите, он показывает, на сколько процентов усвоена тема. И дает ролик, для того, чтобы вы посмотрели кусочек маленькой теории. Он дает вам, значит, почитать статейку из нашего Умскул учебника и, соответственно, выполнить мини-домашку, чтобы закрыть ваш пробел. Я считаю, это очень-очень круто. Сама по себе домашка выглядит вот таким вот образом. Очень удобно то, что все происходит как на самом экзамене. Первая часть проверяется компьютером, вторая часть проверяется уже живыми людьми, да, нашими кураторами, по всем критериям ЕГЭ. Причем не обижайтесь на них, они проверяют очень строго. То есть они, вот наши кураторы, это им такая установка, отдана от нас, да, с моим коллегой Богданом. Они проверяют строго, как очень строгий эксперт, да, чтобы вот прям вы отточили навык оформления второй части настолько, чтобы не прикопаться, когда вы будете уже сидеть в экзаменационной аудитории и писать там. Вот, понятно, да, сразу высвечивается, кстати, что очень удобно. Правильно вы, неправильно решили. Можно взять подсказку в процессе решения. Открывается полноценное объяснение, когда вы решаете уже задание. Подписывается всегда номер КИН. И это всегда задание формата ЕГЭ. Да? Всегда задание формата ЕГЭ. Вот, собственно, как-то так. Отзывы выпускников можно посмотреть в моем телеграм-канале с отзывами. Там я выкладываю баллы своих учеников, там они, соответственно, пишут, что им понравилось в подготовке, как вообще, с каким баллом они пришли. У меня очень много ребят, которые пришли ко мне там, у которых было там, условно, 5 вторичных баллов за пробник. Да, то есть они прям с нуля, с нуля ко мне ребятки пришли. И сдавали на 80+, на 90+, абсолютно спокойно. Потому что в химии очень важно время, когда вы начинаете готовиться. Чем раньше вы начнете, тем больше у вас будет, соответственно, возможности для адекватной практики. В химии работает так, что чем больше решаешь, тем больше баллов получаешь. Вот и все. Поэтому нужно очень много практики и времени на нее. Теорий-то в химии не так много, как в той же самобиологии, например, да, или в русском языке. А вот практики нужно много. Поэтому время решает. Да, не ждите, приходите сразу. И мы с вами всему научимся скайпом. Я обычно на занятиях, в том числе, использую там и ассоциации, и запоминалки. То есть все то, что поможет вам, соответственно, посмотреть на материал с разных сторон, понять его. Я никогда не заставляю заучивать своих учеников реакции. То есть я всегда объясняю так, чтобы вот они поняли, чтобы они поняли каждую реакцию. Вот, собственно, как-то так. Поэтому приходите ко мне, да, по ссылочке в описании вы можете записаться ко мне на курс. Либо вы можете там, например, подписаться на мой открытый телеграм-канал, следить за новостями какими-либо там. Но я советую сразу записаться, чтобы время не терять, потому что время драгоценное. Особенно если вы переходите в одиннадцатый класс, то очень важно. Ну а если вы переходите в десятый и собрались готовиться к ЕГЭ два года, у вас вообще карт-бланш, потому что те, кто готовится два года, это первые претенденты на сутку. Ну вот и всё. Как-то так. Я рада, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, вам было полезно, что вы прям узнали всё это глубоко, потому что эта тема, она изучается, соответственно, вот таким образом, да, то есть со всеми квантовыми числами. Это далеко не всегда затрагивает в школе, но это затрагивает, например, на первом курсе университета. Да? Особенно химфака, потому что в медиа тоже могут не затрагивать. Вот. Как-то так, собственно, как-то так. Я ещё раз хочу сказать вам спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Мне это очень важно, очень приятно. Оставляйте обязательно лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Мы будем очень много для вас полезного контента выкладывать. Всем до скорых встреч, ребят, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok